Надеюсь, сегодня будет продуктивная встреча. Просто хочу предупредить, что у нас сегодня все за часами ровно в 6, потому что с 6 часов тут будет новое мероприятие, поэтому, так сказать, будет все очень ограничено по времени. Так что сегодня, во-первых, подписываний никаких не будет, понимаете, потому что сегодня нет времени на это. Может, в другой раз тогда будет. Чтобы просто предупредить, что вопросов были, чтобы не было в том недоразумении. А теперь давайте приступим к нашей встрече. Традиционно начну с информации по поводу книги, книг, точнее. Конечно, еще декабрь не закончен, осталось 5 дней, но уже есть тенденция, которая, ну, как вот каждый месяц мне присылает Байда статистику и данные по книгам. И на этот раз уже, можно сказать, что, ну, к моей радости, скажем так, к концу этого года уже число скачанных книг переварит за 2 миллиона. Потому что сейчас уже 1 миллион 996 тысяч 928. То есть несколько тысяч книг я буду скачивать каждый день. Так что это переварит 2 миллиона книг, которые скачаны с моего сайта. И с сайта «Советник». То есть это говорит о том, что продолжается, так сказать, интересные люди не теряются к информации, а наоборот только растет. И опять-таки напомню, что это только то, что скачано с тех сайтов, где у нас есть информация по счетчикам. То есть моего сайта и сайта «Советник». А на десятках, если не сотнях сайтах, где стоят книги мои тоже, информации, конечно, к сожалению, нет. Но я там, думаю, тоже скачат. Плюс то, что люди распечатывают и так далее, и распространяют то же самое. На дисках и видео печатаны, это вообще не учитывается. То можно покинуть какое количество книг уже в России. Кстати, пока, так сказать, ну, уже, наверное, читали, что Конституционный суд утвердил решение судей, так сказать, Огнинска Федоровой, так сказать, о запрещении моей книги Россия произвела как экстремистской книги. Так что, конечно, не знать, что будет борьба прекращена, так сказать, просто это четкий заказ, видно, это спущенный. И что самое любопытное, у нас в России столько коренных народов живет, да? А Конституционный суд возглавлял азиабаджанец. Но это любопытный факт, не правда ли? Что, если в России же, почему коренные народы не могут решать, что для них важно, а что не важно? Почему решают именно те, кто приехали и, как говорится, со стороны? Мы не едем, допустим, в ту же самую Грузию, Азиабаджан, а не в ту ином условии, что они должны делать, и как они должны мыслить и тому подобное. Но они приезжают сюда, считают, как, помните, вот недавно я великом смотрел передачу «Барьеру», где Прохоров, Проханов противостоял директору какого-то московского террора, забыл его. Розовскому, да. Спасибо, что бы сказали. Ну, к сожалению, Проханов не умеет вести дискуссии, к сожалению, с моей точки зрения. Может, я ошибаюсь, но несколько раз видел. И передача достаточно хорошо, по-моему. Ну, может быть, лучше, чем обычно, но, понимаете, он все равно, понимаете, важно, как правильно расставить акценты. Вот что наши враги умеют делать очень хорошо, они умеют очень хорошо сводить, отводить в сторону от важных моментов, на то, что совершенно не важно, и человек зацикливается на этом, и забывает, с чего он начал в основном. Потому что эмоции, так сказать, которого Проханов очень много через край, но, так сказать, позиции, которые должны быть обоснованы, он никаких, кроме словесных, крыцев, фраз, неподтвержденных ничем, в принципе, не выдавал. По крайней мере, я не смотрел всю программу, то, что смотрел, опять-таки, эмоции, 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 и вот, а вот вы такие, мы, а вот такие, нас вот все, нужно говорить не со стороны жертвы, он выступает как жертва, всегда. И он играет роль жертвы. И когда эта роль проигрывается, с моей точки зрения, это на руку нашим врагам. Бойцов не приглашают на эти передачи. Совершенно правильно. Вот я о чем и говорю. Вот вы сделали правильно то, что хотел подвести. Совершенно верно. К сожалению, вот показывают вроде бы, а, да и он право, возможно, русскому и другим коренным народам, потому что это касается не только русского народа, но и других коренных народов России. Это все, я думаю, предельно ясно. Не дают ничего, или дают тем, кто действительно не боится жертву, готова же, чтобы ему, как говорится, на кресте распяли и тому подобное. Вот он великий мученик. Но пока он ничего не сделал, кроме играет роль жертвы, с моей точки зрения. Вот. Поэтому ситуация такова, что действительно очень сильно то, что против всех законов и так далее, нарушая все возможные и невозможные законы, книгу запретили. Ну, например, вам могу сообщить такую информацию. Когда начали процесс еще два, в 2008 году еще начался процесс, там было незаконно начато, заказано два экспертных исследования. Когда прижали к углу, ну, в угол зажали судью и сказали, вот мы хотим, если есть свидетели обвинения, а вот мы не специалисты, мы только вычитаем заключение специалистов. Значит, существуют, говорится, свидетели обвинения. Это основные свидетели обвинения, на которых все строится. Было требование их пригласить в суд, чтобы они могли прокомментировать то, что они написали. Ахинея, там, полная ахинея, то есть противоречия и тому подобное, то есть искажение текстов и все остальное. На что судья отказала? Когда поняла, что к этому уйдет, она аннулировала эти экспертизы, экспертные исследования, точнее, аннулировала и заказала новые. Новое пришло еще хуже, то есть там противоречия еще больше. Но и самое главное, новая экспертиза, которая была сделана, и сделал очень великий специалист, преподаватель технику экологии какой-то. Да, так вот, на языке. Кажется, так он сообщил. То есть высокий специалист во всем. И не только там, в этой экспертизе он даже прописывал юридические выводы. По закону об экспертизе, эксперт не имеет права делать никаких юридических выводов в тексте экспертизы. Если такое присутствует, эта экспертиза считается аннулированной и недействительной. О чем суде Федорову было заявлено? Вы что думаете, а если нет экспертизы, нет ничего, нет ничего основания? Вы думаете, что она изменила? Ничего подобного. Она также вынесла то же самое решение об, главное, выводах. Никаких прямых призывов нет, ничего нет о выводах. Эксперты пишут, экстремизм, международная рознь и тому подобное. Ничего нет, о выводах есть все, понимаете? И вот когда это указывалось все, полное игнорируемое. То есть, о чем говорят? Это полнейший заказ, политический заказ, который был спущен из Генеральной прокуратуры. И они выполняли приказ. То же самое, когда поднимали вопрос именно уже в конституционном суде. Первый состав был другой, который действительно внял информацию, то они его заменили и поставили тот, кто будет выполнять то, что им нужно. И несмотря на все действия, то есть любые аргументы просто отказать, отказать, отказать. То есть, понимаете, любые обоснованные требования, предъявленные к процессу и над этим, было от всех судеб отказать, отказать. Ну, это, я думаю, что это же лучше. Это говорит о том, что они очень сильно боятся книги. Им плевать на законы, им важно, чтобы вывесить, повысировать. Ну, я не думаю, что это сильно повлияет на желание интереса людей узнать, что в этой книге написано. С моей точки зрения, это самая настоящая агония, страх. Они уже трясутся, боятся всего и вся. И вот это действие, с моей точки зрения, говорит, что они поглупели, очень сильно поглупели, с перепугом. Почему? Потому что раньше они вели себя более разумно, то есть, они просто замалчивали. Просто информацию никому не давали. Вот вроде ничего нет, и никто не знает, правильно? И вели себя более умно, с моей точки зрения. Но, так сказать, проблема из-за того, что они перестали быть умными еще в том, что они создали, собственно, оружие оболвания населения, интернет. Но я взял это оружие и повернул против них же. То есть, стало использовать интернет для того, чтобы книги и все остальное информацию прошло через интернет. То есть, их же оружие против них. И они с этим ничего не смогли сделать. Вот количество книг, скачанных даже с двух сайтов, где счетчики, и то они счетчик не все регистрировали, если несколько запросов одновременно приходят, а счетчик не сможете зарегистрировать их одновременно. Так что, они уже просто испугались, они не ожидали такой реакции. Так же, как не ожидали реакции, что будет реакция после убийства Светланы, они не ожидали, что будет у людей такая реакция на то, что было сделано. И смотрите, в средствах массовой информации у кого-то ничего не произошло. И прекрасно знают, что делать и так далее. Но болельщика Спартака убили, да, это, я понимаю, что это плохо, но это в средствах массово было забито. Понимаете, это определенный метод отвлечения внимания у людей. А вот я был в Штатах, мы жили когда в Штатах, там, когда начался судебный процесс над Клинтоном, которым был президентом, White Water Project, то есть это Белая Вода, проект Белая Вода назывался, где этим манипуляции, махинации, наркотиками в больших масштабах, государственных масштабах, между прочим. И чтобы отвлечь внимание людей, тут же развернули Джей Симпсон, помните, это, Джей Симпсон, убийство двух человек, помните, да? Все экраны были забиты только этим, все там вокруг накручивалось, ажиотаж, все, нагнеталась обстановка. Специально создавались такие условия, чтобы у людей все переключилось на О'Джей Симпсона, который там, пока White Water этот проект продолжался, пока они просто тихо задвинули подальше, этот процесс над О'Джей Симпсоном, извините, продолжался. Когда только задвинули, тут же скрутили, свернули, и все в порядке. Это информационная война, информационное манипулирование. Так вот здесь, чтобы от многих вещей отвлекать, более серьезных, вот гибель фаната футбола, это, конечно, досадная, любой человек убийствует досадную и к тому же преступлению в любом случае, но отвлечь людей не только от того, что убили, допустим, Светлану, а вообще от любого другого, более серьезных вещей, которые происходили и происходят в стране, это очень хороший метод. И люди, к сожалению, очень хорошо религии. Плюс хотелось бы еще, да, кстати, пока не будет восстановлен статус книги, естественно, с моего сайта книгу нельзя будет скачать, но то, что скачено было на сегодняшний день, в прошлый месяц было скачено Россию в первом том 14 340, в этом году, ну вот, в этом месяце, извините, 12 849, то есть почти бы скачалось то же самое, что и в прошлом, но и так далее. В общем, эту книгу с начала ее выставления скачали 443 296, то есть полмиллиона человек практически, то, что уже скачало, сколько еще другое, можете уже подумать. Вот, вот это они боятся, и рост скачивания книги, и сейчас, в России, их очень, естественно, осторожил, потому что пробуждение национального сознания, это не национализм, это не нажигание междунациональной родины, это уважение человека самого себя, уважение любого к своей родине, любого к своему народу. Разве любовь к родине это преступление? Любовь к своей земле это преступление? Любовь к своим предкам, любовь к своему народу это что, преступление? Ну, если это преступление, то нужно запретить у нас в России тогда Все еврейские национальные общества, все клубы еврейские, синагоги, где только говорят о них, или там землячество других народов, которые за пределами России живут, они здесь приезжают, землячество, где говорят о себе, о своем народе, о своей культуре, о своих традициях и так далее. Получается, коренным народам нельзя любить свою родину, любить свой народ, свою культуру, а всем остальным, кто приехал, они становятся россияне. А вот скажите, кто-то за границей жил здесь присущих? Есть такие люди? Есть люди, да? Вот есть. Вот скажите, вот вы жили или живете за границей, вас признали там, ну там, американцами, там, или там, шведами, швейцарцами, кого угодно, где человек живет? Нет. Вы всегда останетесь для них чужими. И вот я, когда жил в Штатах, там, люди, которые попали туда после войны, до войны и так далее, они так и остались чужими. Хотя Америка, в принципе, страна иммигрантов. А если мы говорим о странах, где живут народы коренные, свои страны, то есть, которые никуда не приехали, не иммигранты, то там, тем более, там очень жестко разделяются. А зато в России, вы должны, понимаете, нас хотят превратить в то, что сделать с американскими индейцами. Хотим мы это, быть индейцами, американцами в своей собственной стране? Скажите, хотим? Я думаю, не хотим. Хотя бы потому, что с ними стало. Вот Дану мне, я приводил это в своей книге, что на момент якобы открытия Америки, Колумбом, там проживало 20 миллионов человек, ну, примерно столько, сколько в Европе. И было 2200 племен, которые больших и маленьких. Вот на 90-е, конце 90-е годы, уже книга была, там на конце 90-е годы, на всю страну оставалось порядка 800 тысяч американских индейцев. 1700 племен и народов уже исчезли. То есть, осталось там вот 500 оставшихся народов. И многих у них, там есть там 50 человек, 10 человек, это уже, в принципе, нет, исчез народ. И это только вот посчитайте, за 4 века, что стало с коренным населением. И мне приходилось на машине проезжать в той же самой Калифорнии, и могу сказать, где вот начинаются американские резервации, так называемые, что-то найдут ценное, их тут же сдвигают еще дальше, в пустыне, в полупустыне. Вот в Калифорнии, там в полупустыне, вот проезжаешь, и то, в Американской резервации, когда проезжаешь по территории, там, знаете, вот, даже на равнины просто камни, 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 то есть, чтобы их освоить, во-первых, воды почти нет, потому что, как говорится, океан только, влагой насыщает только побережье. Чуть-то 100 километров от побережья отъезжаешь, там в полупустыне пустыни. Вот это земли, которые принадлежат сейчас коренным жителям Америки. Все самое худшее осталось им. И их уже почти не осталось. Еще дальше будет, вообще не останется. То есть, часть из них ассимилируется, то есть, теряет свою культуру, свои корни и все остальное. А те, кто не хотят забывать о культуре, просто вымирают. То есть, представьте себе, было 20 миллионов 4 века назад, а сейчас сколько осталось? 700-800 тысяч, там, кажется, осталось. Все. Вот тоже хотят сделать с нами, чтобы сюда все приехали, как в Америку, всех сколько угодно. Папуасы там, Афиопы и не только. И чтобы для них это... И они сразу станут россиянами. Уже не успеют. Уже не успеют, надеюсь. И понимаете, приедут, станут россиянами. Иначе россиянам, значит, все. А что же делать? А куда нам с вами ехать? Сибирь. А нет, Сибирь тоже все, извините, там китайцы. И сам голод. А они... Они будут бегать вокруг постоянно, разогреются. Понимаете? Там китайцы, японцы, кому не лень. И все претендуют на русские земли. И других криминеродов. Просто, понимаете, вот что самое досадное, во что превратили, что люди действительно боятся. А вопрос, а чего боятся? Скажут, у меня есть, чего терять, и я не боюсь. А у большинства нечего терять вообще. А куда же дальше бояться? Чего? Я не призываю неким революцией, восстанавливать эту дурость, потому что этого и ждут. Понимаете? А именно то, чтобы нужно самосознание наших народов, не допускать, чтобы вот... Когда люди поймут, вот кто... Вы знаете, мне присылают письма по моей книге «Россия в коллегах» не только русские. Очень много присылают людей именно коренных народов России. Коренных народов России. И почему-то эту книгу они воспринимают очень хорошо. Она резонирует с ними очень даже здорово. Странно, да? Казалось бы, да ничего странного нет. Но вы знаете, а вот кто наводит критику, что вот вы там то-то, вы то-то... Почему-то оказывается только лица в основном бога избранного народа. Вот им оно не нравится смертельно. Потому что правду все скрывают. Потому что люди не читают Тора, не читают даже то же самое Нового Завета, не говорят Ветхом Завете. Вот многие верующие, которые там фанатичны, что веруют. А что они читали? Они не читали ни Нового Завета, ни Ветхого Завета. Тем более Тора вообще не читали. А сами такие упертые, якобы христиане. Понимаете? Вот это меня больше всего удивляет, что люди, чем больше невежественнее, тем больше они кричат о том, что вот то-то, все пятое-десятое. Что вот там, к примеру, как один там прислал, вот, ваша книга портит там, что вот на вашем сайте, ну, информация, так вот, там арфоровические ошибки. Там что? Безплатно написано, а не бесплатно. Просто я делаю немножко по-другому. Я пишу без, а в скобочках ставлю «с», чтобы понимали, что. А Байда, Дмитрий Байда просто уже без «с» в скобочках. Он действительно пишет, как правильно. Безплатно. Потому что без платы, это понятно. А бесплатный, то есть, получается, без, ну, понимаете, кто такой бесплатный. Ну, вы же читали мои книги и так далее. Вот, а ошибку. Черт возьми. Я жил в Америке, я не учил американцев, говорящих по-английски, как им говорить по-английски. Ну, нас, ну, я рус, меня учат евреи, как мне правильно писать то, что нужно. Я же не учу их евриту, я его не знаю. Но они считают, что они вправе учить. Вот, понимаете, вот подход такой, а вот портится то, что без грамоты написано. Так тебя почитай. Так сейчас человек не читал мои книги, ни одной, наверное. Потому что там все это прописано, почему, что к чему. И так далее. Вот критика вот такого уровня. Или, допустим, как критика и обещал раньше. Ну, сначала, да, критику такого плана. Типа вот, там, на интернете опять. Мнение об низкочитовом наружии, бред Левашова, способ убийства у жены. Ну, вы знаете, вот я читаю. Я сам, просто не радиофизик, теоретик. И закончил не с тройками, а с пятерками. И в то время школа была очень сильной. Потому что Харьковская радиофизика считалась самой сильной в Советском Союзе. Это не мое мнение, это мнение всех, кто может подтвердить, любой специалист. И вот пишут такую ахинею. А вот звукоопередающие устройства, они имеют такие диапазоны. То, все, пятое, десятое. А эти частоты лежат вне пределов. Поэтому они вообще, и нужны там динамики такие-то, динамики такие. Вы знаете, когда читаешь, думаешь, черт возьми. Во-первых, если говорить о звуке, который мы слышим, звук, то, естественно, приборы делаются не для того, чтобы передавать инфразвук, а для того, чтобы передать звук максимально. И, соответственно, на это настроено, чтобы максимальный диапазон охвата звукового диапазона. Это первое. Второе. Чтобы было понятно, вот все знают свет, да? Вот свет искусственный, солнечный. Видимый диапазон, да? Есть так называемый ультрафиолет, и есть инфракрасное излучение. То есть инфракрасное и ультрафиолет. То есть звук, соответственно, инфразвук и ультразвук. Так вот, смотрите, чтобы было понятно для понимания светового диапазона. Тепловое излучение, так называемое, это инфракрасное излучение. Незначительное отличие в частотах, совершенно другое поведение этих частот в среде. То есть те параметры, которые мы применяем к свету, к такому оптическому видимому свету, мы не можем применять к тому же инфракрасному излучению, тепловому или ультрафиолетовому излучению. Тем более рентгеновскому излучению, чуть-чуть дальше, чуть-чуть. Понимаете, совершенно другие параметры. Но люди никогда не изучали инфразвук и начинают говорить о том, что они... Он типа радиоинженер там один был, писал. Так он послушал мнение других специалистов, которые занимаются в реальности. Радиоинженер это не значит, что он ученый, это во-первых. Радиоинженер изучает только теорию четырех полисников. Он знает, что такое? Когда я изучал, это вообще потолок. Я смеялся, просто для меня было смешно. Что такое теория четырех полисников? Вот здесь черный ящичек. Это есть теория, я просто объясняю на двух пальцах. Вот здесь два входа, есть два выхода. С помощью прибора, который что-то замеряет, пускай ставится на она, замеряется что на входе, и потом другим прибором тем же самым замеряется что на выходе. И потом говорят, вот в данном случае два входа может слиться в один ход, это мы говорим уже триод там, к примеру, да? Или, допустим, и то, и то получаем, допустим, сопротивление, потому что один ход превращается и один выход. Или, допустим, здесь и здесь меняется, то ли два или один, с одной стороны или с другой. Варианты. И вот данные одного выхода делятся на то, что в ходе, наоборот, делятся, получается данные. Это называется теория четырех полисников. Вот как получается. Это называется теория? Означает. Но это не теория, понимаете? В черном ящике что-то вошло, из черного ящика что-то вышло, и делают вывод, что происходит в черном ящике. Вот что значит основа радиофизики. Радиотехники, извините. Не радиофизика, а радиотехники. И когда мы проходили радиотехнику, у нас преподаватель был, он классный мужик был. Вот если вы собрали схему, которую вы нарисовали, и включили, и она работает, значит что-то не то. Несерьезно. Потому что не может быть никогда. Потому что, объясните следующее, потому что каждый элемент, он имеет, допустим, элемент, который использует в радиотехнике, там есть допуски, колебания. И каждый отдельный, они написаны то же самое, но туда-сюда флуктуация изменения этого колебания. И поэтому, когда собираются сотни элементов в одно, каждый из своих изменений, получается очень много изменений. И поэтому без дополнительной настройки, доводки, правильно собранная схема работать не может. И это не мое мнение, извините. Так вот, насчет того, что мнение, типа вот это бред и так далее, сумасшедший, ну не знаю, по крайней мере, сумасшедший мне еще пока, кроме каких-то, так сказать, критиков, ни один человек ни в одном споре научном никогда еще не называл сумасшедший, потому что наоборот, получалось, я раскладывал позиции почти всегда, когда могут дискутировать. А когда люди вот такое пишут, ахинею, плюс я просто не буду приводить методов, как можно донести инфразвук, потому что иначе некоторые молодцы начнут сами создавать, и это очень опасное оружие. Но его применяли не только, вот я выяснил, и есть люди, которые испытывали это оружие и в 90-е годы, и до того применяют. А сейчас это вообще доведено до, современная техника, доведено до весьма высокого уровня, и оно, к сожалению, действует. Поэтому, когда берутся и обсуждается, но самое забавное во всем этом следующее, понимаете, как хитро действуют. Берут и приводят параметры, допустим, той же самой звуковоспроизводящей аппаратуры. И вот такие параметры, причем есть звуковоспроизводящая аппаратура к проявлению инфразвука, к примеру. Это не значит, что звуковоспроизводящая аппаратура, которая имеет диапазон от сель до сель, не может передавать инфразвук, потому что инфразвук совершенно другая природа. И совершенно другие параметры, так же как ультразвук, совершенно другая природа. И поэтому параметры должны быть. А в принципе, кто-то не знает, ведь по порводам передаются волны, так сказать, радио и так далее. Ведь кто-то физику в школьном уровне помнит, да? Чем отличаются звуковые волны от электромагнитных колебаний волн? То, что звуковые волны продольные, то есть они распространяются только в среде. А что такое, допустим, телефон работает, там телевизор, там радио и так далее, там электромагнитные волны. Это просто берется на несущуюся частоту, которая передается очень легко и просто. И она модулируется в соответствии с звуковым сигналом. И потом, премиумная, снимает обратный процесс, возвращает модулирующее излучение к тому изначальному виду и разделяет модулирующее излучение, и она воспроизводится. Понимаете? Поэтому, когда люди просто, как я говорил, в свое время один мой знакомый говорил, с одним наиболее рьяным, так сказать, борцом за справедливость против Левашова лжи, и когда он выяснил его, спросил, добился телефона на форуме, а тот человек, академик, ран, и действительно заслужил, работал на космос, и так далее, и так далее. То есть там же не берут тех, кто просто пуздозвонов, там работают люди, которые действительно реально что-то делают. И он ему говорит, я такой-такой, а вы по образованию кто? А у меня нет образования, я даже школу не закончил. Вот хорошо. И главное, начинает делать выводы о том, что у Левашова в теории неправильно и так далее. Человек, даже не знающий, школу закончишь. И не знающий, школу ты уже учился. Понимаете, вот берут таких вот, нанимают точнее, и когда сказал, а вот я парализован тогда, я ему сказал, а что, разве Левашов виноват? Нет. Так что же ты на него льешь грязь? А вот пускай Левашов мне заплатит миллион, тогда я буду его хвалить. А о чем это значит? Кто-то ему действительно заплатил, поэтому он и льет грязь, понимаете? Я сказал, во-первых, я миллион не собираюсь платить, или вылечить его, тем более не собираюсь, и так далее. Вот такие вот оппоненты. Но они, ну что интересно, люди, которые читают, очень многие покупаются, как вывеску, вот звуководопедающая аппаратура, вот такой диапазон, а тут инфразвук, все, бред всего кобыла. Понимаете, вот на том, что большинство людей действительно неграмотно во многих аспектах, в школу были, забыли часто, и многие не помнят, что в школе учили, и тому подобное, потому что нет, заодно, мы всегда забывали со временем. Да и в школе тоже, как учили, зазубривали большинство людей, школьники, зазубривали, сдали и тоже забыли. И на это рассчитано. Поэтому еще забавно, так вот, просто я говорил раньше, насчет одного борца за справедливость, который боролся за то, чтобы, так сказать, истину нести и тому подобное. Вот, я, так сказать, он даже вступал в движение, поэтому я говорю, что его Максим Соколов из Липецка. И вот этот человек, который, так сказать, решил, так сказать, взял сказ и начал говорить, вот вы знаете, у вас там ляпсусы. Я ему отвечаю, говорю, нет ляпсуса у Колубчика. Вы должны представлять, как, я объяснил, расписал ему, просто не буду перечитывать все, потому что домов много, так сказать, вот, и что далее, и так далее. И он пишет, вот, типа, если созвездие не видно в одном полушарии, в другом полушарии, должно быть то-то, то-то, то-то. Во-первых, я брал данные не из своей головы, я брал данные из сказок и переводил данные в современные понятные единицы. Это первое. Потому что это не мои выдумки, это первое. Второе. Человек говорит, вот я ходил на яхте, поэтому я знаю. Как человек может говорить, если яхта, в принципе, управление яхтой, это принцип управления в плоскости. Ну, волны-то не будем считать, это небольшое, это, как и любая. Это в плоскости, движение в плоскости. И самое главное, приводит, вот, смотрите, там, такое созвездие, вот такие координаты, угол один, а вот это противоположный другой угол. И они, типа, лежат. Противоположные, поэтому все это ляпус. Просто, опять-таки, чтобы сделать сложные вещи, понятные, потому что, когда человек приводит какие-то координаты, там, плюс, минус, потому что разный полушарий, там разные координаты получаются, у людей, о, действительно, это хавровского, там, каталога, приводят координаты звезд, значит, он прав. А я вам привожу пример. Каждый живет, большинство живет в высотных домах. Многие живут, да? Многоэтажных. Многие живут. А вот теперь представьте себе, вы имеете окна тоже, да? И окна выходят или на одну сторону дома, или на другую. А теперь представьте, вы на своей квартире, допустим, на первом этаже, потому что это наиболее просто объяснить, на первом этаже, смотрите в свое окно, и вы видите звездное небо, если не очень светло, конечно, понимаете, если фонари все разбиты, вокруг, облаков нет, и вы видите звезды. Что вы видите? Вы видите, вот действительно угол, вот то, что тут есть, вот перед вами, вот если от нуля до девяносто, вот это вы видите. Естественно, можно каждую звезду поставить угол. Теперь, у вас квартира большая, у вас выходят окна и на одну сторону, и на другую. Вы переходите в другом окно на другой стороне, это помните, когда из интермедии ночное, встаю полчаса, а потом приезжу в другую комнату, у меня комнату побольше. Помните, да? А, забыли. Но это интермедии, про ночное, когда инструктив, как в советское временное, ну, многие, вот это были-то, немножко рассмешу, когда, ну, агент КГБ, который всегда старшим ездил в группу таких за границу, инструктивил людей, как их повести на стриптиз. Вот, давайте разгоним, вот мы стоим в окне, а напротив, Галишовым, стоит голая женщина. На Галишовом стоит голая женщина. Что вы делаете? Там они говорят, туристы говорят, стою полчаса, а потом что? А потом, во-первых, в другую комнату, у меня кнопка побольше. Ну, вот откуда пошло, понимаете? Так вот здесь, у вас приходите с квартиры, от окна с одной стороны дома, приходите к окну на другой стороне, а у вас побольше окна тоже. Но даже побольше окно, вы увидите опять то же самое, от нуля до 90 градусов, только с другой стороны. И если вы возьмете координаты, там будет плюс, в первом, плюс 90, а другом минус, то, что получается, видите, с разных сторон. Что это значит? Что все эти звезды находятся по разному стороне от вашего дома? Это значит, что они находятся по разному стороне от планеты? Конечно, нет. Простой пример. Поднимитесь на крышу дома, и вы увидите все только на 180 градусов. Увидите. Звезды, которые вы можете увидеть на 180 градусов. А на первом этаже, вы видите, только 90, и разный угол применяйте. Значит ли это, что они, эти звезды, лежат по разному сторону вообще мироздания? Скажем так. Глупость. Потому что то, что применяются координаты, в южном полушарии, в северном, это то же самое, что первый этаж с одной стороны окна, и первый этаж с другой стороны окна. И вот, когда о такие вещи человек говорит, просто у человека нет объемного восприятия. Понимаете? Потому что Земля, в самом масштабе космоса, ничтожно маленькая. И то, что кривизна планеты не позволяет видеть что-то. Вот кривизна, вот здесь смотрим, например, действительно мы не видим, что здесь находится. Но это масштабы Земли. То же самое, что когда вы сидите внутри дома. И вот такие аргументы люди приводят. Мне просто жалко таких людей. Но еще хуже, то, что рассчитано, это очень точно. То есть люди сразу, а, вот здесь координаты такие есть, координаты такие есть, и все. И самое смешное, самое смешное в этом описании его было, что типа, а звезды в направлении, куда летела Настенька, должны находиться в направлении движения. Понимаете? Вот есть звезды, вот по этому направлению должны быть. Черт возьми. Но цивилизации и планеты обитаемые, не на каждой планете существует. Даже вот прямая линия есть, естественно. Может какая-то звезда там есть между ними напрямую. Но это же не дорога по Земле, где вы проложили дорогу, наиболее краткую точку от точки А, и у вас должны быть заправочные находиться вдоль дороги и так далее. Понимаете, человек проецирует свое мышление. Естественно, что ломаная идет линия, и в одну, туда, сюда, туда, просто перемещение шло на обитаемую планету. И плюс действительно, как я ему ответил, что Настенька искала, если бы он внимательно читал, что она прилетала на планету и узнала, куда лететь дальше. Она не знала, куда лететь. Но там я даже подробно списываю. Там не просто случайно, там просто проводится целый ряд, кто внимательно начал почитать. Ну, человеку привозят аргументы, а ему вот зашорены или другое. Или зашорены, или специально провокаторов, которые бывают тоже немало. Которые, так сказать, специально засылаются, и в движение, как вы понимаете, задачи, вот изнутри, так сказать, пытаться взорвать. Так же, в свое время, как тот активно Малышев, ну, в прошлый раз говорил немножечко, кричал и так далее. Так, его год назад я разоблачил как провокатора в реальности, который, так сказать, используя мое имя, под мое имя открыл форумы, и за меня отвечал на вопросы читателей, которые приходили на сайт, форум Николая Левашова открыл, представляете? О котором я даже не слышал, не знал об этом. Не только открыл, он на этом форуме за меня отвечал людям на вопросы, которые мне посылали. И когда я прочитал ответы, это была полная хинея. Когда я ему сообщил об этом, на этом форуме, мне сообщили, «Вы знаете, что такое?» «Что такое?» «Нет». Ну, я посмотрел, когда мне дали координаты, пошел, посмотрел, читаю, и у меня, как говорится, волосы, думаю, стоят. Полная хинея. Объяснение, то человек не думал, что он читал мои книги. Он просто придется в свое собственное объяснение. Ни еще близко, ни метод. И когда я сказал, «Извините, прекратите делать, послаем на форуме, прекратите, я это делаю». Он сказал, «А кто ты такой, чтобы, типа, мне говорить, ты не Левашов? Вот позвони мне». Я говорю, «Нет, Голубчик, я написал, вот у меня будут встречи, приходите». Он, правда, пришел. И вот на встрече, та же публичная сказала, «Вот здесь?» Он говорит, «Да, я здесь». И ей сказала, «Вы не имеете права делать», и так далее, и так далее, и так далее. Разоблачил публично, что он провокатор, и так далее. И потом этот провокатор начинает печатать, когда убили Светлану, печатать интервью Светланы о том, что она жива, и так далее. И о том, что вот вообще там, что это и Левашов, и Левашов-Тамплиер, и все, что так, это я читал? Я просто думал, ну надо же, ну фантазию человека работал. И главное, манипулирует. То есть человек безграмотный, не знаешь ничего, может купиться на хинею такую, понимаете? Потому что трелистник, он приписал к масонским знакам. Скауток приписал. Да. Это что только, понимаете, то, что, извините, замок Темпл, то есть темплиеров раньше принадлежал, так не этот замок. Этот замок, который темплиерам принадлежал, был уничтожен в XIII веке, не сравняя с земной. Просто на основании, на фундамент этого был построен другой, а в XVIII веке был построен замок, который сейчас построен, которым сейчас мы владеем. В данном случае я владею. Понимаете? В XVIII веке. То есть в любом случае. И вот, все, что... А вот нельзя, не пускают на территорию. А извините, вы, в курорт, всех пускаете? Наверное, всех, да? Вот, а, вот пробегает. Слушайте, мне там по нужде нужно, пустите мне, пожалуйста. И вот всех пускаете, да? Вот не пускают, частная территория не пускают. Так, извините, везде, где частная территория, человек не приходит, кто хочет, и заходит. Вот закрыты ворота, закрыты ворота для чужих, чтобы не было кому не нужно. Понимаете? Вот, и главное, что вот на таком, на манипуляции, невежести людей, которые не знают. Вот, могу сказать, что вот, по мере того, что вот я, кое-что у Светланы на компьютере нашел, она кое-что начал работать. Скоро будет выставлена часть десяток главы, которую она не дописала. Последняя запись была 7 ноября. За несколько недоимений убийства. И она подоставила материалы по именно настоящим, например, которых уничтожили. С документами, правда, тоже не закончено, но хотя бы то, что уже есть, так сказать, уже там очень много. То есть, порядка 60 страниц текста уже сделано. И что там интересно, то, что, правда, там еще будет перевод, потому что многие материалы на английском, она просто подготавливала материалы, ты не был готов к публикации, потому что нужно потом переводить на русский. Вот сейчас будет переведено на русский, английский текст и русский. Так вот, она раскопала, что, допустим, Папа Римский, который якобы должен был, приказал, уничтожить. Оказалось, 700 лет был забыт документ. За 6 лет до казни к намплиеров Папа Римский написал документ, освобождающий хик от всех обвинений, как ложных. За 6 лет. Но они его положили в сторону, кажется, по-английски misplaced, то есть, misplaced положение не в то место. И вот оно пролежало не в то место 700 лет. Неплохо? Где с Папой подписи, штампы, пергамент, где полностью освобождает тамплиеров от всех обвинений, которые были предъявлены. А вы знаете, почему тамплиеров уничтожили? Реальных тамплиеров? Потому что, что возник тамплиеры, это уже не тамплиеры. Потом, называются, сейчас есть там, можно сказать, это ничего общего тамплиера не имеющего. Вы знаете, почему тамплиеров уничтожили? Основная причина. Ну, жадность там короля Филиппа, короля Четвертого и Папа Римского, это тоже понятно. И то, что они влияние прибыли и так далее, не только. Тамплиеры, настоящие тамплиеры, в то время понимали, что паразитическая система создает финансовый капитал, накапливает. И они прекрасно понимают, что в определенный день эта паразитическая система через финансы может захватить мир. А что, это не случилось разве? Случилось. Понимая все это, они создавали контрфинансовую систему. То есть, они создавали, в то время у них была самая мощная финансовая система. Они придумали банки, которые потом паразиты использовали и перевернули все наоборот. Они стали использовать как инструмент наживы. И поэтому паразиты прекрасно понимали, что если тамплиеры продолжать будут существовать, то им захватить власть в странах так тайно не получится. Поэтому и было все это проведено через якобы церковь, которая на всякий случай, если вдруг не получится, понимаете, почему это вы будете мисплейстить, положить в другое место. А чтобы потом если что-то не так, что папа Римский сказал, а я вот, извините, вот оправдал, вот документ есть. И очень хорошо, что этот документ сохранился, он реальный документ, фотография приведена, и он действительно реально существует, что скажет, что это тоже как Велесову книгу, там табличку, это подделка, да, не получится. То же самое Светлана нашла, накопала документы, разоблачая, что фальсифицированный орден Сиона, помните, Довинчико, Довинчико читали книжку? Читали, да? Вот орден Сиона так называемый. И имена туда приведены, кто и что, и якобы для чего. Все это фабриковано специально, чтобы скрыть реальность. И есть доказательства, потому что в Париже есть судебное дело, где все документы по этому поводу разложены. Кто создал, какой авантюрист, имена, все, Светлана тоже все приводит. И то, что я найду еще, я уже кое-что нашел, это будет выяснено. И даже после того, как своего убийства она будет делать то, что она делала. Разоблачать ложь и возвращать правду и истину тем людям, которые облили грязь. А теперь после такого, сказать, а еще один аспект я хотела затронуть перед тем, как прийти на вопросы. Вот, одна девушка прислала типа, вот, а почему, допустим, вот Светлану после гибели не будут диктовать кому-то, чтобы записывали то, что она? Ну, во-первых, несколько вещей. И она приводит, что вот там книга Иисус, там такая, беседа с Богом и тому подобное. Понимаете, большинство этих, во-первых, вещали от имени Христа очень многие. И книг написана не одна. Но самое любопытное, что если они действительно общались с тем, кого называют Христом, скажем так, то человек должен давать одну информацию для всех, правильно? Если вы возьмете почитать книжки разных людей по поводу этого, то содержание этих книг противоречит друг другу. Вопрос, что это означает? Общались ли люди с Христом? Нет. Общались ли они? Да, они общались, может быть, они общались. Вопрос, с кем они общались? Потому что очень часто, кто читал мои автобероги, приводил, как люди общались, и получали информацию, а на самом деле оказывается, что их просто использовали вслепую, потому что они, понимаете, в чем дело? Основная проблема даже тех людей, которые имеют какие-то возможности и прорываются, вступают в любительский контакт с чем-то и с кем-то, они проецируют свои понятия земные, вот обычаи нашей жизни, на другой уровень, а там совершенно другие законы. Это, к примеру, младенец, он не понимает такую жизнь, не знает его, он познает его, но те, кто там живут на этих уровнях и действуют, они их законно знают, и когда видят, что человек, который появился там, не понимает ничего, чаще всего, в первую очередь, кто подсуетится, паразиты, начинают этого человека использовать, давать ему информацию на уровне того понимания, которое есть этого человека конкретно, не то, что реально, потому что они не имеют информации реально, и начинают его ощущать. Поэтому большинство книг, якобы написанных через контакт, подавляющее большинство является, ну, фабрикацией паразитов, скажем так, уже астральных, элементальных паразитов, которые живут на уровне Земли, не более того, или даже бывают за пределами, но то же самое. Поэтому, это первое, то, что для того, чтобы делать и писать так, как Светлана, необходимо быть Светланой. И для того, чтобы передать это, нужно иметь возможность восприятия, понимание, талант именно такого плана. Поэтому, к сожалению, за нее никто другого написать не может. И если кто-то будет говорить об этом, что вот я пишу, то, знаете, что это просто человек или действительно провокатор, или психически больной. Вот такие вот орехи. Поэтому такой момент. И еще один аспект, тоже забавный, я думаю, это образует. Я неоднократно в своей встрече говорил о телегоне. Ну, кровопрошу спрашивали, отпечатках, и так далее, и так далее. И получил одно письмо, где молодая женщина пишет, вот, вы ошибаетесь, так сказать, отпечатки, это просто наши предки специально хотели, чтобы женщина только была с одним мужчиной. А на самом деле, чем больше мужчин, тем лучше. Качества объединяются. все лучше объединяются. Понимаете? Так вот, проясняю, что это не я ошибаюсь, голубушка, это ей хочется, видно, оправдать свое поведение, что она, видно, весьма свободного поведения, и считает, он хочет найти правиль, что такое свободное поведение, оно, на пользу, это я соберу со всех мужиков разных рас и народов, и получу супер ребенка. Так вот, в Америке, где вот это началось, 70-е годы, к примеру, да, где это свобода революции, сексуальная революция, где вот именно такой принцип, когда просыпается утром, а как тебя зовут? А как тебя зовут? Сначала переспят, а потом выясняют, как друг друга зовут. И каждый день, и каждый другой, и так далее. Это действительно, раз в рад, и действительно, те, потом, когда женщины рождали, все они безумно больны, ни одного гениального ребенка, от этого не родили, все рождаются действительно больными, с потолом, и так далее. И к тому же, это не мои слова, не я пытаюсь душить, что вот нужно быть чистым. Я не говорю, что не должно быть любви, должна быть любовь, а не должна быть похоть. Так вот, исследования проводились, просто многие результаты исследования держатся в тайне. Даже на животных, это закон действует не только на людей, на все живое. Голубятник хорошо знает, все правильно, да не только голубятник, любой собаководы знает, развязывающиеся лошадей, и так далее, и так далее. И в природе это четко, ясно. И среди людей тоже. Реальные примеры были, когда на третьем поколении проявлялась отпечатки мужчины, и так далее, и так далее. И таких фактов множество. Это не я пытаюсь кому-то внушить, это правда. Нравится она кому-то, не нравится. Просто наши предки, если женщина хотела вести себя вольно, понимаете, в каком плане, запрещать, то есть давали специальные настойки, и она осталась бесплодной. Потому что в этом плане она не имеет права передавать болезни своим детям. То есть никто не запрещает, пожалуйста, но дети должны страдать. Чтобы женщины не расстраивались, типа, вот, мужикам, типа, все, как гуся вода. Так вот, у наших предков был очень такой закон, справедливо считая, за любое изнасилование, когда реально изнасилование было, кастрировался мужчина полностью. Почему? Потому что его гены несут в себе уже ген насилия. И естественно, что он передается по наследству. И поэтому, чтобы такого не было, его не убивали, просто кастрировали, человек жил, но уже не мог никого, не изнасиловался, не мог передать искаженный больной ген своим потомкам. Так что мужчинам даже похлеще не применяли действия, чем женщинам. Поэтому, так сказать, говорили, что наши предки были дураки, или просто пытались собственника, так сказать, засыпать, чтобы собственница была, чтобы, типа, женщина была верна такому мужчину одному, и так далее, и так далее. Я считаю, мужчина и женщина должны быть верны друг другу. Потому что и то, и другое измена в любом плане это хорошего, ничего не дает. А для потомков тем более. Поэтому, кому как, как бы не нравилось, что вот, взять и объединить, я в себя все соединю, типа, пусть сейчас я тысячу мужиков, со них соберу все, и рожу ребенка гения. Ну, пока этого не было. Так что, я ее разочарую, если она услышит эту передачу, пока записана будет встреча по интернету, скорее всего, она там прослушала по полутелеконе, не читая ни книги, не слушая другого. Разочарую ее, и всех других, которые говорят, что, а, это все нас не касается, это касается кого угодно, только не нас. Это касается любого существа, вот как голубятники, собаководы, разводящие лошадей и других породов животных, это прекрасно знают. Это закон общий для всего живого, живущего, не только для человека. Поэтому, не от того, что я, вот я это придумал, хочу, это реальный факт. Просто этот факт очень многие скрывают. Почему? Потому что, очень сложно будет потом, если люди будут и понимать, и знать, то многие будут вести себя по-другому. А когда говорится, все дозволено, сделай все, хочешь, и так далее, и люди думают, а почему, значит, действительно, полезно, приятно, приятно, значит, почему не делать, если приятно. Так же, как скрывают тот факт, допустим, что, насчет гомосексуализма, что вот, вот это все нормально, или это не нормально, это патология. Повторю, кто не слышал, а кто слышал, повторю, что исследования показали, что у гомосексуализма мужчины размер гипофиза в 4 раза больше, чем размер у нормального мужчины. В 4 раза больше. Вы знаете, если у щитовидка чуть увеличена, что говорит? Базетовая болезнь, да? Патология. На 15-10 процентов это патология, 20. В 2 раза это вообще, это уже начинает вырезать часть, знаете, да? А здесь в 4 раза больше. Это опять не мои данные, это данные, томографы исследуют, данные исследования медицинские. И когда, в 2 раза больше, чем у женщины размер. То есть, представьте себе, под каким гормональным ударом находится такой человек. Если женщина, у которой у них особые дни, и, во-первых, беременность, когда беременность максимально до 2-х, почему женщина в 2 раза больше размер? Потому что она должна не только свой организм обеспечить, но и обеспечить развитие ребенка внутри себя, когда она беременна. Вот, когда женщина беременна, или особые дни, беременна, эмоциональное восприятие весьма искаженное. Все знают, сами женщины тоже знают. Правильно? Так вот, представьте себе, как ведется мужчина, у которого в 2 раза больше, чем у женщины во время беременности, гормонов. Как он может вести? У него все искажено. И, естественно, такой человек, он, естественно, это его беда, если это реально. Но, в любом случае, это не нормальное поведение, это патология. А почему пытаются провести массу, что это все не патология, а норма? Почему? Потому что очень многие из паразитов, они имеют именно в себе вот эту патологию. Таких людей нельзя допускать не только к вершине власти, даже командованию взводом нельзя, отделением нельзя допускать, потому что у них искаженное восприятие реальности. То есть, они не могут принимать адекватных решений и тому подобное. Но из-за того, что большинство правящих паразитов во всем мире несут себе ген гемофродита, понимаете, да? Потому что они же потомки гемофродита в любом случае. Поэтому они хотят доказать всем остальным, что они являются нормой и они имеют право давать решения и так далее. А теперь посмотрите результаты их действий. Планета на грану экологической катастрофы. Вот что значит, когда люди с патологией, гормональными такого плана, проводят решение, как они видят решение, чему не довели планету. То есть, даже не нужно предполагать, это можно посмотреть на результаты их деятельности. Уже последние сто лет особенно. вот почему и повсеместно пытаются, я не говорю, что нужно этих людей уничтожать, нет, это просто несчастные люди. Но это не значит, что это несчастные люди, которые неадекватно воспринимают реальность, должны и могут управлять теми, кто нормально воспринимает реальность. Это недопустимо. Вот почему и пытаются сделать. То есть, понимаете, вопрос, почему и зачем кому нужно, это остается очень много и вся эта информация скрывается. Когда я выяснил, оказывается, только порядка 20% врачей в Америке знают об этом. 80% даже не подозревают. А здесь врачи есть? Средизарные сидящие? Есть врачи? Сегодня нет врачей? Есть. Ну, мало. Вы знали об этом результате информации? Наверное, нет. А может, и знали, но в массах опять-таки не знают. Понимаете? Вот в чем дело. То есть, как лучше всего провести, кольца, ложь? Не дать информацию реальную, а выдавать все, что хочется. Так, а теперь вопросы. Начинаем вопросы. Что-что? Да, пожалуйста. Я понял. Дело в том, что... Правильно. Понимаете, дело в том, что, к сожалению, мы все вышли с животного мира. Правильно? Хотим мы и не хотим. Нравится нам или не нравится. А в животном мире именно всегда крыется... Даже вот смотрите. Сколько женщин влюбляется в президентов? Актеров. Нет. Футболистов, актеров, президентов. И не потому, что они там красавцы или там суперумные и так далее. не всегда. Правильно, да? Почему? Потому что заложена на уровне подсознания природная программа. То есть альфа-самец должен быть... Не важно, если в природе это альфа-самец всегда был. То есть в дикой природе, где там все распределяется под понятием. То есть самый сильный самец, он и отец всех детей и так далее. Правильно же? И поэтому человечество должно отличаться от животного мира. Но тем не менее механизмы заложены. Почему? Потому что скажем так, если будет... Почему? Потому что чаще всего в процессе жизненных и так далее погибали чаще всего мужчины. Правильно же? Войны, охота и так далее. Далеко не все много... Не так много женщин занимаются этим. Женщином занимаются детьми и домашним хозяйством. Не потому, что они не могут охотиться. Просто это действительно мужчина не может родить ребенка и кормить его грудью, даже при желании. И как бы ни старались равенство провести, невозможно. То есть мужик не сможет родить и выкормить грудью ребенка. И поэтому когда говорят равенство, не в равенстве это различие, это и прекрасно. Так вот, погибали мужчины. Но если допустим погибнет женщина, останется одна женщина из 100 мужчин к примеру. Сколько детей может родить женщина? Одного ребенка в год. А извините, если будет много близостей с многими 100 мужчин, вообще нет того, не родить по природным причинам. А если останется один мужик и 100 женщин, сколько может детей быть, извините, я говорю, понимаете, это к сожалению на уровне животного мира и так далее. Поэтому природа сформировала так, что отпечатки мужчины, на мужчину женщина не остается особенно. Да, некоторые не дерутся, но через некоторые он исчезает. Потому что задача мужчины не рожает ребенка. Задача мужчины именно передать свой отпечаток, чтобы передать качество своей будущему потомству. А саму-то не рожает, рожает женщина. Поэтому природа сложена так, что именно женщина получает отпечаток, а не мужчина. И не потому, что это хороший мужчина, женщина плохая или наоборот, просто законы природы таковы. То, отпечаток на мужчину очень быстро исчезает. Потому что именно мужчина тратит потенциал очень мощный в момент интимной близости создавать отпечаток. Женщина в данном случае принимающая сторона только лишь. И поэтому даже при циркуляции энергетики все равно это очень незначительно на мужчину влияет. Хотя после короткого времени близости конечно все-таки какой-то отпечаток существует. Но он быстро тает. Вы посидели на стуле, ваш предметок есть. Через некоторое время уйдете, он постепенно исчезнет и исчезнет и не специально создавать устойчивый отпечаток. Вот все. А вот черная магия, вот здесь хорошо затронули, вот черная магия, тантрическая черная магия, а основное в том, что обученная женщина специально использует магические обряды и так далее, может закрепить свой образ на мужчине, и тогда такой мужчина превращается зомби. Серьезно. И мужчина даже может понимать, что происходит, ничего с собой поделать не может. Мне приходилось, кто читал мою фотографию, приводил несколько пример таких, когда один человек говорит, я люблю свою жену, своих детей, но ничего не могу поделать, меня просто ноги сами несут туда. А там была черная магия, на крови было сделано и все. Когда я обрезал все это, все сразу прекратилось. То есть, понимаете, если бы это было не искусственно, то я уничтожил систему, связь обрубил, то мужчины ноги также неслили. Почему-то перестали нести ноги. Вот тогда, когда женщина специально определенным магическим действием закрепляет свой отпечаток на мужчины, и это начинает уже внедряться на ум подсознание, и этот мужчина превращается в зомби этой женщины. Вот это возможно такое отпечаток, если говорить полную картину. Теперь перейдем к вопросам. Здесь в вопросе спрашиваются по поводу мата, что сейчас не стесняются и так далее, даже детей, и тому подобное женщин. Ну, к сожалению, это действительно культуру нас очень сильно подняли, да? По крайней мере, раньше, я помню, когда мы маленькие были, если кто-то матерился из мужиков, рядом, недалеко, мой отец сходил и требовал прекратить, здесь женщины и дети. И сейчас не прекращал, ну, помогал понять, скажем так. и первый раз слово мата в присутствии моем услышал от отца, когда уже я был взрослым и он был подвыпивший. То есть, он не позволил себе. Я считаю, это правильно. Мат это не только, если кто знает немножко энергетику, это действительно удар, любое слово действует на человека, понимает человек или нет. А, так сказать, слово мата действительно не разрушает целостность энергетической защиты человека, наносит удар. Поэтому, если кто-то чувствует, то любое слово мата, это все пощечины ударено сильно, весьма. Так что, кто может чувствовать? Но многие люди не чувствуют этого, но это не значит, что этого не происходит. Идет мощный удар, разрушающий целостность системы человека. То есть, это своеобразное разрушение человека. Поэтому, если люди будут понимать это все, то тогда, я думаю, объяснять это, то многие люди подумают, прежде чем говорить о материи, и тогда присутствии детей, и так далее. Поэтому, вот действительно, вот считают, когда, как вот мой отец себя вел, присутствие детей и женщин слово мата недопустимо. Ну, я считаю, я, например, в своей жизни обходился вообще без этого лексикона. И вы знаете, мне понимали все, от солдат, и в армии служил, и до командиров. Как ни с того, все понимали нормально. И работал на заводе, еще после школы сразу. То есть, везде, приходилось быть в разных социальных системах, слоях, и везде прекрасно все понимали без слова мат. И кажется, вот без, типа, если не матернешься, люди не поймут брехня на постном масле. Все можно нормально, и так далее, и так далее. Это просто специально навязано, что действительно разрушаются, и так далее. поэтому матернешься, это нужно исключать. Ну, вот здесь предложение. Пусть каждый из присущих создает страничку на интернете, и так далее, и так далее, и будет распространена информация, и так далее. Ну, во-первых, думаю, что многие это уже делают, многие это уже делают, но, к сожалению, тоже немногие могут себе, немногие имеют интернет, немногие будут позволить себе, а в многих местах еще и не проведен интернет, даже многие скачивают, даже там есть интернет, где нескоростной интернет, даже вот в виде запись встречи, им приходится скачивать по полдня, то есть целые сутки, потому что скорость очень маленькая. Если учесть, что и сбои бывают, то приходится по несколько раз и так далее. К сожалению, пока еще в нашей стране интернет не очень сильно пока еще распространен, но те, кто могут, естественно, почему никто, наоборот, приветствуется, сказать, пожалуйста, просто это не всегда так просто, но это нужно, желание, каждый может сделать, естественно. Следующим, очень много записок, так сказать, первым попало, что могли бы проверить мою чувствительность для перестройки мозга. Ну, во-первых, сейчас я не провожу, как говорится, ни семинар, ни школу, не начинаю, как в смысле сейчас проводить проверку чувствительности, если, так сказать, дальше ничего не последует. Вот когда наступит время, когда действительно будет возможность создать школу, но в первую очередь действительно нужно понимание. Без понимания не поможет ни хорошей чувствительности, ни перестройка мозга, потому что, если, скажем так, если человек дать компьютер, а он не умеет читать и писать, к примеру, польза будет этого, ну, условно так, никакой пользы не будет. Ну, компьютер-то есть, правильно? И что будет человек с своим компьютером делать, не умеешь писать и читать? Смотря на компьютер, в одном случае может орехи колоть, в другом случае что-то такое. Вот такое происходит. Поэтому для того, чтобы давать перестройку мозга, то же самое, это необходимо, чтобы человек научился читать и писать, условно так. То есть, должен быть подготовлен к правильному пониманию. И, как показывает практика, только если детей воспитывать, с самого начала вкладываем, ну, правильную позицию, фундамент, это идет правильно, легко. А если человек, уже сформировавшись, ему очень сложно, даже вот, хотя это желаю, ему очень сложно перестроить себя, очень сложно выбить то, что заложено, заменить другим. Это возможно, но это занимает долгое время, как показала практика. Поэтому, пока вот, нет, это уже школа, которая, говорится, пока время еще не пришло, так сказать, человек может просто действительно формировать свой новый фундамент, по крайней мере, тем книг, которые я пишу, я этот фундамент передаю и осваивать, потому что без понимания этого, и кроме того, он уже не только в книге, даже ту же самую анатомию, физиологию, патофизиологию, патонотомию. Почему вот я говорю об этих вещах? Потому что для того, чтобы работать, человек должен научиться управлять, даже после, компьютер был должен, вот человек умеет читать и писать, в словом, опять скажем так, ему дали компьютер. Это не значит, что он немедленно сразу начнет работать. Он должен знать, какая программа, как она открывается, как она не работает, какие возможности у программы есть. Он должен изучить все это, правильно? И только после этого он сможет, лучше или хуже, зависит от индивидуального таланта, применить на компьютер. Если он не освоит программы, не будет знать, как программы не работают, их возможности, то даже компьютер при умении писать и читать, мало чем помогут. Поэтому такие дисциплины нужно изучать. Почему? Потому что вот работа даже с человеком одним, это, как говорится, человек будет изучать, допустим, как использовать потенциал, как управить потоками, как все, потому что методы практически то же самое, масштаб меняется. И если человек не умеет на таком микромасштабе работать, то невозможно сразу так вот взять и сразу научиться всему. Это не получится. И вот как я была у нее практика, вот в Америке долго наблюдал, я людям говорил, вот возьмите простейшую проблему, допустим, то же самое язвенную болезнь. Почему? Это очень легко определяется и очень быстро можно проконтролировать результат. То есть две недели, если это просто язва, не связанная с нарушением функции коры головного мозга, есть такие, но это более сложно, это редко встречается, то это убирается, за две недели не остается ни следов язвы, ничего. И поэтому очень просто, говорю, вот возьмите и проработайте. Так и так. И знаете, нет, все хотели брать какую-то серьезную болезнь, что-то серьезное, и никто не хотел брать такую незначительную. А почему? Потому что хотят сразу, знаете, сразу на белом коне генералом смыть командой вперед и так далее. Ну, генералом можно только, знаете, как по блату стать генералом, а значит, что если по блату стал генералом, звездочки повесились, если такого генерала выпустить в реальную действующую ситуацию, что он будет действительно генералом. Будет он? Не-а. Только если случайно окажется, что человек имеет талант полководца, а такая случайность часто случается? Нет. Поэтому здесь нужно обучение, обучение действительно на простейшем примере. Почему? Допустим, очень легко ту же самую язву обнаружить, тут же тест можно провести, и человек может проверить и поработать и через двух недель понять, правильно он действует или нет. Если ничего не произошло, значит, а что я делаю не так? А попробую вот этот вариант, попробую вот этот вариант, попробую вариант, дать вех, пока не получится результат. И благодаря такому подходу, человек, допустим, работает с одним человеком как лечебным, он получит представление о том, как можно и как нужно управлять потоком и соотношение. Вот я вижу программу, раз, все в порядке, программу создал человек и думал, что если он создал программу, то она обязательно будет реализована. К сожалению, это не так. От создания программ, даже правильной программы, до организации, это как до Марса, скажем, отсюда, ну, условно, скажем так. Понимаете, потому что одно дело создать голограмму, то, что ты хочешь сделать, и все становится, как я хочу. Это не становится, это только вы предполагаете, что... И вот если человек создал это, вот, все в порядке, на самом деле ничего не произошло, он в себя вводит заблуждение, и вводит другие заблуждения. Ну, с лечением человека, допустим, язва была, и язва осталась, ну, человек это не пострадало, правильно? А вот если человек с таким непониманием это подойдет к чему-то более серьезному, думая, что что-то сделалось, а на самом деле ничего не сделалось, или вмешается во что-то, не понимая во что, то это придет к катастрофе, серьезной катастрофе. Многие слышали, что когда люди сталкиваются с инопланетными кораблями, слышали такие случаи, да, когда люди пытаются или на машине, или так далее приблизиться, что машины глохнут, потом их производят движение, слышали, да? Думаете, почему это делается? А потому что многие космические корабли, не наши, скажем так, управляются телепатически. И корабль, это квази-живой организм, такой своеобразный в большинстве случаев, он имеет определенный интеллект, довольно широкий депозор, искусственный интеллект, но большими возможностями. Он идет сканирование, кто проближается, идет сканирование, и понимает, а это существо живое не готово к проникновению внутрь. Что идет сигнал? Идет сначала телепатический сигнал, стой, стрелять буду, знаете, как охранный объект в армии, стой, стрелять буду. Но если существо может телепатическую информацию воспринимать, оно услышит, подумает, и, скорее всего, повернет. А если существо телепатическую информацию не принимает, продолжает двигаться вперед, это воспринимается как агрессия, и сначала блокируется средство передвижения, допустим, влокнут моторы, у человека, как говорится, блокируется, он не может двигаться, и так далее. Но кто-то, все равно, гад, пройду, раз, крути вперед, протирает. Вот это уже считается недопустимым, и не потому, что этот человек, как говорится, как говорится, о врагах, потому что опасно, если такой человек проникнет, не понимая, что любая мысль, она влияет на управляющие процессы, может привести к катастрофе, взрыву планеты, потому что если запустить, что не так, корабль просто взорвется, а регистрационный взрыв, и от планеты ничего не останется. Стоит ли это, любопытство такого человека, который не понимает ничего, чтобы он проник на корабль? Конечно, не стоит, правильно? И поэтому, если такой человек продолжает двигаться, то идет уже задача, после того, что стоит, в кого стрелять, идет удар, то есть идет, доносится мощный удар, чтобы действительно человек не вылез. Чаще всего это приводит к парализации человека. Жестоко? Ну, трудно сказать, что я думаю, что не жестоко, потому что человек должен был остановиться и повернуть. Вот, и таких не только на кораблях, есть места на земле, которые защищены, оправлены защитным полем, и люди, которые туда появляются, если они прут без разрешения, без права на то, им показываются разные существа страшные, пугают их, но если не двигают, то идет на уничтожение, потому что они не имеют права, не допускаются тому, что там находится закрыто от них. И поэтому идет то же самое, защита, то же самое, как в армии, стойко стрелять буду. Если не останавливаются, идет выстрел на поражение. Поэтому многие моменты, нужно просто понимать, знать, прежде чем действовать. Следующий вопрос. Ну, что вы думаете сказать про деятельность Бориса Моносова, кажется, да? Основатель школы, кажется, Атлантида, да? Атлантида, да? Вы знаете, ничего не знаю по этому человеку, поэтому не могу ничего сказать. Потому что для того, чтобы сказать свое мнение, я могу, конечно, просканировать, но для того, чтобы это не было чисто мое субъективное мнение, я должен изучить материалы, чтобы сделать объективный вывод, который не словно моим собственным личным восприятием. Поэтому я не изучал, не могу ничего сказать пока. Следующий вопрос. Ну, есть спрашивается, если я правильно понял, то деятельность Золотой век это в основном занимается деятельностью связанной с воспроизведением и так далее, типа моей книге и так далее, и так далее. Понимаете, деятельность движения основана на том, что для того, чтобы что делать, должны быть люди единомышленники. Есть хорошая притча про лебедь, рак и щука. Помните, да? Если, и что мы наблюдаем, вот что происходит, вот люди вроде болят душа о стране, и каждый делает все, что хочет, только в основном говорят, ну, дальше разговоров, когда собираются все вместе, они грызутся друг с другом. И что толку от такого деятельности? Скажите. В своих книгах, кроме моей автобиографии, где я пишу свое мировоззрение, восприятие, не мировоззрение, свое восприятие, свою жизнь описываю, в моей других книге относятся не мои личные, а информация и информация, подкрепленная фактами. Допустим, в той же самой России и Кривых Скалах я выстраиваю объяснение той информации, которую многие люди, которые читали, присылают, говорят, что вот все стало на свои места, это ДТП. То есть, они приметают смысл жизни, начинают любить свою родину, свой народ, свое прошлое, прошлое своего народа. Понимаете? Дело в том, что в книгах, которые, допустим, последний обращение человечества России и Кривых Скалах «Сучья разума», «Первый», «Второй тома», «Источник жизни» статьи и другие статьи, они не касаются меня лично, они касаются фундамента, понимания природы. И практически последние открытия, которые происходят в современной физике, и не только, которые сами факты, то есть показания приборов, они подтверждают даже не 50%, а вложатся 100% в позиции, которые изложены там. Потому что в этих книгах не является, так сказать, я сел, так сказать, и своим, взял, придумал что-то. Эта книга написана в результате практического применения и моих возможностей, и результатов. То есть, это не связано с тем, что я сидел, подумал и придумал, что вот Вселенная устроена именно так, а не по-другому. Вселенная устроена там, где я изглагаю, потому что я там бывал, скажем так, и неоднократно. И поэтому, это может звучать странно, ну, пока, так сказать, детали не будут даваться, и, но то, что это странно, если у человека крыша поехал, не скажут, но человек очень интересно крыша поехал, потому что последние 10 лет, 15-20 лет, результаты, исследований Хаббл, телескопа и так далее, полностью подтверждают поехавшую крышу. данные. Это, конечно, мне поехала крыша, хорошо, что на 100%, а вот в современном науке, в которой крыша не поехала, ничего не подтверждается, наоборот. Так вопрос, у кого крыша поехала? Просто, понимаете, некоторые возможности, которые, ну, так получилось, что я, что от природы был, много, может, что-то создал сам, позволяет делать некоторые вещи то, что техники позволяют, точнее, вообще не позволяют техникой, или создавать такую технологию, такие технологии, которые в современном понятии техники вообще недоступны в принципе. И это не теория и так далее, и так далее. Кроме того, что все кидаются за счет того, типа, вот, источник жизни там, вот во Франции. Почему я там сделал? Потому что там, это наше владение. Там, так сказать, никто, никто, там, фальсифицировать ничего не будет, потому что, есть фотографии реальные. Сначала кричали, что фотографии фотошопа сделаны, а когда стало фотографии, несколько тысяч, то стали, перестали говорить, что фотошоп. Просто, слава, кажется, слава, то, что это сообразили, этому дошло, но тем не менее. Понимаете, просто, но кроме того, что, вот, вот, распространяется книг, в моей книге и так далее. Дело не только, не только это делать. Вот движение, занимается следующим. Наше движение подняло вопрос борьбы против налогов, на недвижимость, которая превращает каждого в раба. И не просто подняло, собирает подписи против. Почему? Вот это бесполезно. Нет, не бесполезно, потому что сбор подписей, если наберется действительно достаточно в поднялся, люди боятся, вот странно, куда дальше, они же потеряют свою даже квартиру, останутся с заложниками кого-то, кто захватит квартиры или дома. Куда же дальше боятся? Это не касается меня лично. Каждого человека касается. Боятся, но все равно участники движения ходят, собирают подписи, кроме того, что на интернете есть сбор подписей, существуют еще люди, которые ходят по домам, объясняют, говорят с людьми, собирают подписи. Чтобы собрать хотя бы несколько сотен тысяч подписей, я удивляюсь, я думал, что больше будет, честное слово. Думал, там что-то другое человека не касается. Типа, всегда моя хата с краю, да? Ну, это же не с краю, она уже хата твоя-то. Хоть она и с краю, но твоя хата, ее заберут. Тоже. Нет? Боятся. Чего боятся? Когда заберут, уже поздно будет махать руками. А вот если собрать несколько сотен тысяч подписей, а, конечно, миллионов было бы лучше, и передать это в Думе протест против этого, и сделать это так, преподнести так, чтобы они могли замолчать, для этого интернет существует, и многие другие средства. Вот тогда уже будет сложно. Как вот, видите, там, прокурор, стропов, после края, сделала видео, на интернет выставила, сразу привлекла внимание, правильно? Убийство. Помните, да? Банда. А что, раньше не знали об этом? Знали просто, все проплачили, ну, понимаете, не нужно объяснять. На каждом уровне проплачили, все были довольны. А вот то, что она сделала, в принципе, действительный поступок, что просто взяла, записала, выставила, тут же привлекла внимание всех. Вот что наше оружие. Мы можем использовать тоже интернет, хотя он не везде еще есть, но все равно нужно охватывать сотни тысяч, миллионы людей, а потом они свои, можно сказать, другим и так далее. Можно действовать. Первое. Второе. Движение, опять-таки, кроме нас, кроме нас, на словах, не будет делать. Раздает людям, объясняет, что такое прививки, и что прививки, это добровольное дело. Есть приказ министра здравоохранения, подписанный президентом Ельцином еще в то время, который не был отменен, о том, что прививки являются сугубо добровольным делом. Никто не имеет права заставлять. Особенно если сейчас учесть, что какие прививки уже считали, знаете. И вот, опять-таки, участники движения, которых не так уж много, но уже во всем, в многих регионах есть, они ходят, печатают за свои средства, печатают листовки по поводу ГМО, тоже по поводу налогонедвижимость, по поводу прививок, и раздают людям. Это реальные дела. Это не просто, так сказать, так далее. А, извините, если на то пошло, если ту информацию, которую я даю в своих книгах, для человека возвращает смысл своего жизни, когда человек, и главное, пишут, пишут люди, которые уже прожили довольно-таки большую жизнь, и потом, пройдя через все, и так далее, и потом находят, и начинают понимать, что, и находят, и пишут, молодые ребята, 15, 16-17 лет, что для них появился смысл, у них появилась любовь к своей стране, к своему народу, к своей культуре, к своему прошлу. Это не просто, я заставляю людей, как можно подозревать, что-то заставляет людей, чтобы они расписали мои книги, чтобы, типа, мою догму, и так далее. Это не догмы, это система знаний природы, и, извините, природы до лампочки, что люди думают о ней, она будет жить по тем законам, которые есть природным. Это человеку не до лампочки, если он правильно понимает природу, он может в гармонии с ней быть и добиться очень многого. Если он не неправильно понимает, то он будет в противофазе природы, и будет то, что мы наблюдаем сейчас с вами, война с природой. Так что вот, и то, что я излагаю в своих книг, подтверждается фактами, допустим, реальными фактами, которые практически все можно проверить для себя некоторых, которые тоже можно проверить, но информацию, которая сложно найти из-за того, что ее скрывают. А многие факты элементарно можно проверить. Поэтому движение занимается именно того, чтобы помочь людям подняться с колен. И для этого нужно мирозвращение, понимание, что происходит в мире, кто и что делает, для чего и почему происходит то, что в нашей стране происходит. И вот, когда человек начинает понимать, вот тогда уже имеет свободу выбора. Он может просто закрыть глаза и сказать, что моя хата с краю, а вдруг мне повезет, пронесет, я буду в порядке, а застанет меня до лампочки. Это его право. Или же начнет действовать. Действовать, чтобы не допустить, остановить на любом уровне произвола и так далее. и так далее. Потому что оставить можно тогда, вот то безобразие, когда все население страны, ну хотя бы часть населения, будет активно, а не будет жертвой. Все ходят и плачутся, что вот нам плохо и так далее, и так далее. Плохо. А что сделать, чтобы стало лучше? Ой, мы боимся открыть рот, она с работы уволит. У нас будет проблема. Конечно, будет проблема. А если не открывать рот, проблемы никуда не исчезают, еще хуже будет, потому что жизнь становится лучше, да? Каждым годом? Лучше, да? Тяжелее. Да, тяжелее. Да, да. Николай Ильич, я задал вопрос, простите, речь идет о золотом языке, как я понимаю, может я что-то как бы... А вы читали книги? Да, да. Ну хорошо, хоть это. Что, вот, основная идея этой работы, что вы сейчас сказали, да, так сказать, ну, словно говоря, просветительская деятельность, донести, понимаемый углубитель, так сказать, процессов, поднять колени, так далее, так далее. Но извините, и да, постоянно, в нашей стране, там существуют люди, есть литература, есть мисс, которых аналогично с процессом как бы занимаются. я понял ваш вопрос, просто я долго не буду, я понял, я отвечу. Представляете, вопрос-то аналогичным процессом занимается, то только от этого. Понимаете, важно, что аналогичный, значит, то же самое. Говорить и делать, это разные вещи. Вот этих других людей, вы читали материалы, выпустили там, некоторые книги и так далее, почитать там, в принципе, вокруг да около, а сути нет. Просто большинство, у них сколько людей присылают письма, которые проходили через другие, подобно занимаются. Не подобно занимаются. Некоторые это делают поневедение, то есть они поняли что-то вот такое, понимаете, чуть-чуть, и уже считают, что они поняли все. И начинают там, где не понимают, добавлять свое отсебятину. Понимаете? И в результате получается билиберда. И это некоторые делают по непониманию. Или о том, что они уже возомнены, что они все знают, все понимают и так далее, и так далее. Понимаете? Я, например, в течение своей жизни постоянно двигался вперед, никогда не останавливался, продолжая двигаться. Потому что я не считаю, что я знаю все и еще очень много чего не знаю. И когда я продвигаюсь, действительно продвигаюсь, думаю, что черт возьми, ну казалось, уже дальше ничего, уже ничего не может быть. И вдруг открывается такое, что даже в голову я не вкладывается. Принципиально новое, другое и так далее. Но для этого, даже в науке, проблема в чем? Даже ученые. Ученые, когда подходят на граничную позицию, он должен изменить принципиально свой фундамент. Он должен перестроить свое мышление, потому что старыми, как говорится, калошами в новое не влезет. Это многие не хотят делать. Почему? По очень многим причинам. Первая причина, одна из причин, что человек уже добился какого-то положения, звания и так далее. Если он вдруг будет менять и говорить другое, то его тут же будет, условно, сжигать на костре, только в другом варианте. Раньше сжигали в прямом смысле. Жанна Добруно сожгли, потому что он говорит, что земля вертится. Он не отказался, знаете, да? А почему? Потому что его позиция резко отличалась от той в то время существующей общепризнанной научной позиции, в кавычках. Понимаете? Это первое. Второе. Кроме того, что люди просто сами заблуждаются, есть другая категория людей, которые специально являются провокаторами, которые специально дают какой-то кусочек для того, чтобы они, так сказать, привлекли, ну, заманить людей и после этого, так сказать, давать им сливать уже, так сказать, то, что они не могут проверить, уже дезинформацию. Потому что есть вещи, которые человек может проверить. Вот на этом принципе, между прочим, основано это очень только знание психологии. И те, кто паразиты, которые стоят за этим, то они очень хорошо этим владеют. Они именно из-за того, что хорошо знают психологию, смогли добиться того, что они добились, захватить, открыть планету, и не только эту планету на данный момент. Почему? Потому что они прекрасно изучают. Сначала изучают, потом изучим, начинают применять. И имея богатый опыт, начинают действовать. Понимаете, дело в том, что вот сколько приходилось мне сталкиваться, даже с людьми, которые вот что-то вещают, и так далее, и так далее. когда начинаешь, вот я получил эти знания, вот тот мне диктовал, а когда говоришь, ну хорошо, если вы уверены, что давайте пригласим, давайте посмотрим, не однократно, потому что боятся. Я уже говорил неоднократно, просто вы, наверное, не присутствовали, что бывали ситуации, когда типа вот, типа, один человек там, у него в Всевышнем контакте, и Всевышний через него дает информацию. Я призываю, ну пускай придет человек, если это Всевышний, то ничего не случится, а если это не Всевышний, то поможем освободиться. Человеку не хочется, потому что он получил статус, как говорится, вестника Всевышнего, то есть он посредник между ним и Всевышним, он посредник между людьми и Всевышним. Ему не хочется терять этот статус, а вдруг, а вдруг этот статус не подтвердится. И когда я сказал, передайте, пускай хотя бы спросит, Всевышний это не имя, это должность, скажем так, а имя у него есть свое, все, Тут же нет ничего, не хочу и так далее. Понимаете? Просто в многих моментах паразиты действуют, они же не полные идиоты. Вы думаете, что они такие идиоты? Если бы они были идиотами, они смогли захватить всю планету страну за страной, как они сделали. Они это медленно подходили. К примеру, как постепенно навязывают то же самое христианство на Руси. Видите, ну, тот, кто читал, знает там Владимир Креститель и так далее, что к чему. Ну, если интересно, я почитаю, я пишу об этом и в книгах, и в статьях. И что потом? Но это не прижилось. То есть получилось, что люди, чтобы их не убивали, формально ходили в церковь, а продолжают жить по традициям предков, ведийским традициям, не язычников, которые они пытаются провести, а именно по традициям предков, ведийским традициям. И что же придумали? Нашли выход. Привели к власти в 1563-1668 год патриарха Никона. Он из простых людей был, так сказать, его не жалко было, на несколько лет. И что он сделал? Он взял, уничтожил основу того, что было, традиции предков. То есть, в христианской церкви уже полно было святых, но каждый день их по десяткам, правильно? И он взял, каждому ведийскому празднику посвятил определенный святого христианского. И получилось, что люди празднуют ведийский праздник, а при этом это якобы христианский праздник. Через несколько поколений уже никто не помнил, большинство людей не помнили, что это ведийские праздники, никакого отношения к христианству не имеющие. Почему, думаете, католики не признают православие, так называемое? Во-первых, это не православие, а русская артоксальная церковь, не православие. Православие к христианству их в отношении не имеет. Это вообще хитрый ход конем, в результате чего они обманули народ на уровне подсознания. И в результате этого, наоборот, из того, что люди по привычке празднуют ведийские праздники, думая то, что это относится именно к христианским праздникам, к большинству людей. Вот я отменился католиками, вот в Пасху так называемую, да, у них нет традиции с яйцом. Вот знаете, крашеные яйца, помните, дети ходили всегда, я помню, когда мы стукали, кто разобьет яйцо. Помните, да? Там этого близко нет. А почему? Потому что разбивание яиц, это ведийский праздник, которому почти 120 тысяч лет. Это символизирует, когда Тарак уничтожил троллей, базы Кокачевта, ну, как славянерийские перья, черными. Вот символ уничтожения врагов, это вот разрушенное яйцо, яйцо это символизирует луну. И вот разрушение, это победа светлых сил. Вот символ этот праздник несет. Это христианский праздник, да? Конечно, нет. Они хитро сделали, подсуетились и под Пасху это все сделали. И на Пасху все это происходит. И даже все праздники, вот почему я назвал втором томе, это эффект кукушки. Многие праздники, которые были ведийские, им дали другие названия, те же самые иудеи. И дали свои названия, подвийский праздник, чтобы это стереть, чтобы разничествовалось. К примеру, вот у иудеев, это недавно праздник, Пурим, кажется, да? В декабре был, как праздник? Кто помнит? Не, Песах позже. Пурим, Пурим. Нет, нет, Ханукка. Ханукка. Ханукка, да? Ханукка. А, извините, Ханукка, да. Извините, не все праздники, когда у них празднуются. Я не ходил, поэтому не знаю. Так вот, это, насколько мне сказали, это переводится праздник света, да? Если с еврейского, то перевести на русский язык праздник света. Вопрос. Праздноваться в районе зимнего солнцестояния, то есть это самый короткий день. Очень много света, да? Свет, свет. А что, вечер? Вечер, да. Так, ночь? Да, ночь. Да, то есть самый короткий день и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Почему же читайте Тору? В Торе написано, что когда для избранного народа зайдет свет, то для всех остальных народов это будет тьма и хаос. То есть, извините, они празднуют свой свет. Ну, для них это может быть свет, но для всех остальных это смерть и хаос. Вопрос. Понимаете, да? То есть, вот почему нам не понимать эти процессы, потому что понимаем, мы многое становится на места свои, понимаете? И это скрывается за термином. Понимаете, очень хитро действует, так же, как очень многие научные терминологии людей сбивают с толку. Когда термином влепят, люди, о, а что это так умно, да? Как я помню, все раз смеялись, повторяю это часто, то одна старушка, когда в интервью брали, говорится, так сказать, Гайдар, такой умный, такой умный. Я ни одного слова не поняла, что он сказал. Понимаете, как слово «людей вбили в голову», что если человек говорит, и никто его не понимает, значит, он очень умный. А самое забавное, что за этими словами, которые никто не понимает, стоит полнейшее непонимание. Это просто домовая зависимость, чтобы показать всем остальным, что он что-то вроде знает, на самом деле полнейшее невежество. Потому что, когда действительно начинаешь спрашивать, когда ты знаешь, что стоит за этим словом, начинаешь, это было не на Кратос. Я приводил пример уже насчет холодного терминодисинтеза. Очень многие сейчас пользуются, понимаете, вот в клетках, там, то происходит холодный терминодисинтез. Я говорю, вы знаете, а вы знаете, что такое холодный терминодисинтез? Ну как же, это холодный же. Значит, холодный, значит, все понятно, да? Ну, есть понятие физики. И если вы вводите понятие физики, то вы должны знать, что за ним стоит. Холодный терминодисинтез, это синдез, происходящий на поверхности Солнца. Потому что там всего-навсего 6 тысяч градусов Цельсия на поверхности, всего-навсего. Глубиня температура гораздо больше, поэтому температура больше. Даже термоядер, значит, термоядер, термо, это температура, ядро, ядро. То есть это, как говорится, тепловой синтез. Если перевести, а холодный, это не значит, что он холодный. Холодный термоядер не будет. Это просто условный термин, потому что 6 тысяч градусов, то есть температура довольно холодная, невысокая. Потому что 100 тысяч градусов или миллион градусов, это гораздо горячее, согласитесь. Так вот, люди не понимают, что только за этим термином стоит, вот, там в клетках происходит холодно-термоядерный синтез. Да, там происходит синтез, но не холодный термоядерный, это просто синтез, совершенно по другим принципам. И вот, когда вот многие бросили такую терминологию, и не только это, можно произвести десятки, сотни слов, и все стоят, оооо, какие люди умные. Как они много знают, как много понимают. На самом деле, любой термин придумывается для того, чтобы скрыть невежество. Потому что, если есть простое, другое слово, то не нужно придумать терминов. К примеру, как, я помню выступление, видел, Велихово выступление было, и он заявил, если что-то можно объяснить на простом доступном языке, это мистика. Значит, если на простом языке можно объяснить, да? Значит, это не наука, это мистика. А вот если это вот на сложном языке, вот когда никто ничего не понимал, вот это наука. Ладика, дальше пошли. Вот, как вот хорошо людей разводят. Извините, что я говорю. Правда ли, что наши предки создали логос, которому интересуется инпланет. И что это такое? Ну, во-первых, понятие, наши предки создали не логос, они сразу внутри планеты поставили очень мощный генератор для того, чтобы блокировать определенные действия и блокировать, чтобы у людей, пока не доросли до уровня, эти возможности не открывались. Иначе это будет дрова доломанная. Это первое. И к отношению к логосу, это генератор никого отношения не имеет. Это первое. Второе. Ну, я, несколько вопросов, ну, я прочитаю, кстати, потому что хорошо. Я прочитал, что около 40 миллионов россиян переселено на население на планету Немезида. Он как лапшу вешает. И в мае 2011 года планируется масса переселенных людей, и для прикрытия этого устраивается глобальный конструктор на Земле. Забавно? Это гвантовый переход, наверное. Да, да, это гвантовый. Сейчас об этом. Ага, гвантовый. Да, да, да. Так вот, бред всего кобылы. Гвантовый скачет. Извините. Во-первых, главное, нашли цифру 40 миллионов россиян. Ну, это, извините, довольно-таки большое число людей, правильно? Это почти должно быть затронуть каждого, если сколько сейчас в России людей живет, да? Ну, не каждого второго. Вот каждый второй, каждый третий, сидящий в зале, должен по стратистике быть, у кого кого-то унесли инопланетяне. Поднимите руку, у кого это унесли. Странно. А, оказывается, вы попали в уникальное сообщество, уникальное явление. Здесь не оказалось ни одного человека, живущих в России, у кого инопланетяне забрали родственников. Ну, самих вас тоже не забрали, вы же здесь находитесь. Значит, у нас точно не забрали, да? Странно, понимаете, если во время Второй мировой войны, поднимите, у кого погибли предки Второй мировой войны, поднимите руки. Ой, как странно, почти у всех. И не по одному даже. Вот парадокс, понимаете? Вот Второй мировой войны, почти у всех погибли люди. А то и по несколько. А вот инопланетяне 40 миллионов, это больше, чем Второй мировой погибло, понимаете? Ни одного. Фу, патология какая, а? Мы с вами к патологии относимся, понимаете? У меня уже осталось с этими патологиями, когда в свое время я провел регенерацию позвоночников, там у молодой женщины было повреждено, там, не помню точно, ну, примеру, условно, как 10 позвонков было повреждено, то есть бриклёст позвоночника разъединял позвонки. Я с ней поработал, и она сделала рентген. То же самое врач, делала то же самое рентген ей, ну, все делала то же самое. И у нее осталось только несколько позвонков поврежденных. Знаете, что врач написал в заключении? Он написал, я там смеялся. Врач написал, патологическая регенерация кости. Ларий Николаевич, помните, да, вы были? Вот, Ларий Николаевич. Это как раз есть человек, который, когда мы с ним вместе смеялись, потому что девушка пришла, он как раз-то был, он уже врач. И когда я читал, я просто смеялся. А почему он мыслит? Потому что он знает, что было 10, ну, условно, 10 было поврежденных, разрушенных. Он и сам видел, что рентген не врет, да? Ну, не врет рентген, не врет. Значит, это правда. Потом берут, он же делает сам, тоже же человек, то есть человек тот же сам, близнеца нет, ничего. И прожди, он, допустим, 4 осталось. Ну, условно, скажем так. Значит, получается, раньше было 10, стало 4. Значит, было на 6 больше патологических разрушенных. Разрушение было на 6 больше. Значит, прошло их восстановление. Регенерация костей не может быть вообще. Это не может быть. Если не может быть, то это патология. И написал, патологическая регенерация костей. Понимаете, вот принцип мышления, до чего люди зомбированы, понимаете? Поэтому, так сказать, то, что у нас 40 миллионов, мы уже разобрали, что это не только мое мнение, что это бред всего кобылы, так? Оказалось, что мы сами все это так считаем. Потому что почему-то в Второй мировой войне почти у каждого по одному по несколько погибло. А вот здесь 40 миллионов, ни одного не казалось. Вот странный подборка людей. И еще, спрашиваю вопрос, что вы можете рассказать о всеми организациях космической коалиции, которые находятся под защитой КОН. Но вы знаете, скажем так, если это связано с вопросом по поводу моей книги, когда я привожу в последнее обращение человечества, в третье обращение человечества, которое Рерих передал в свое время, так могу сказать следующее, что я его привел не потому, что все, что там потом стоит, основанное в том обращении, или тех знаний, которые там ничего нет, там это знания, которые были получены, но и самим как-то нравится, не нравится, как многие не нравятся, что это я познал все сам, а считаю, что это обязательно кто-то Господь Бог или инопланетянин должны передать. Так вот, я поставил только для одной цели, для того, чтобы показать, что это не только от меня исходило, что наши представления научные о том, что существует в мире, совершенно неадекватны, то есть очень мало соответствия реальности. Только для той цели, пока, смотрите, это не только я думаю, что наши научные представления далеко от истинных. И самое интересное, когда это писалось в книге, еще никто не говорил о темной материи, которую я в своих книгах расписал подробно, только называю первичными материями. И наука сейчас официально признает, уже деваться нет, что 90% материи Вселенной, это и есть так называемая темная материя, а самая потолка, когда, сейчас будете смеяться, вот Левашов пишет о темной материи, значит он черный сам. Я называю это, то, что называется современной физикой, опять-таки, я просто проводил термин, который используется в современной физике. Это не мой термин. И именно они называют тот 90% материи Вселенной, который они не могут даже, и ни малейшее представление не имеют, как они сами признаются, они сами называют dark matter, то есть на русском темной материи. А я называю не dark matter, потому что это не темная материя, потому что для меня она не является темной и непонятной. Я называю первичными материями. И не только я понимаю, что могу управлять этим материями, то, что генератор работает, это именно, он создан именно с так называемых темных материй, то есть первичных материй, не имеющих физического основы, такой вот, как мы привыкли. И тем не менее, он реально действует. И не только действует именно в нашем имении во Франции. Здесь в России, тоже в Москве, есть предприятие, где установлен такой генератор, который и очищает воду, который по водопрознению, обычно вода течет, и меняет химический состав ее полностью, в зависимости от того, что необходимо. И плюс создает условие, когда, допустим, это грибное производство, грибы растут на той основе, которую они, в принципе, никогда растить не могут. То есть, а грибы обычно выращивают в напилках и так далее. Это, допустим, многие сорта грибов, они растут, допустим, шитаки, майтаки. В реальной природе они растут только на гнилующем дереве или на дереве. Вот везде, только на дереве. В зависимости от необходимости, был поставлен вопрос, а можно сделать вот такое, чтобы они росли на такой основе, я не буду говорить, потому что это не важно сейчас. На таких основах, на таких основах, на таких основах, на таких основах, которых в природе просто не существует. Я вносил соответствующую программу. В результате чего? Грибы на этих основах росли и очень хорошо. Росли так, что урожай 32 раза превышает самый лучший урожай, который есть на Западе, в Голландии самый продвинутый в этом плане. Когда химия, все применяется, это без всякой химии и так далее, урожай 32 раза выше. Плюс растет на том, что невозможно. Это как раз применение генератора темных материй, то есть первичных материй я называю их. Я их называю первичными материями. Ну потому что люди не знают, что такое первичная материя. Везде понятие черной материи в физике существует. Я их делаю параллельно. Что вот это генератор такое-то, но и называется еще темными материями. Так вот, в Мостоке находят, вот Левашов говорит, что генератор на темной материи, на чем черный. Ну, логика железная, надо сказать. Продолжим дальше. Ну, здесь человек спрашивает насчет структуры тел, сущности. И, так сказать, вот как раз попало, что следующая записка по поводу первичной материи. И вот я условно буковки даю, каждой из семи, которые на Земле активно формируют, буковку присвоил, чтобы было удобно, проще манипулировать, с понятием, вот, передвигать сюда, 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 чтобы люди не думали, что это что-то другое и так далее. Потому что люди думают, знаете, вот когда войдешь, а скажешь, вот присвоил буковку, поставил в этом месте, они думают, это одно, потом другое. А когда вот, чтобы не было кто-то сказал, вот, ты придумал что-то, если не противоречит здесь, а чтобы не было такой манипуляции, я и придумал, просто и легко. Поставил буковку, каждая материя, буковка такая-то. И вот слияние таких дают, это слияние таких дают, это слияние таких. И уже просто, понятно, уже не нужно писать ментальное тело, которое что говорит? В принципе, это условно ментальное тело. Ментальные тела, это не значит, что вы умнее стали, и так далее, и так далее, и так далее. Да, вы расширили свои возможности, а он зависит не от ментальных тел, а как формируется ваше физическое тело, и второе, так сказать, и третье. Я их называю даже материальные тела. Я сначала специально пишу, чтобы люди привыкли, чтобы не думали, что это совершенно другое идет. К примеру, что вот есть ментальное тело, а вот есть материальное. Я просто говорю, первое материальное тело, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Это земной цикл, и так далее, и так далее. Для того, чтобы люди понимали, и в скобках пишу, это то, что называется эфирным телом, это называется астральным телом, это ментальным, первым, вторым, и так далее. Для чего? Для того, чтобы связь была, чтобы люди ориентировали, что это не другое что-то, а то, что называется так. Так действительно, по мере развития сущности, ее структура усложняется, и каждое наработанное тело все более большим количеством материи формируется. И если человек заканчивает цикл земной, к примеру, он только заканчивает нулевой цикл развития. Я в свое время тоже, кто читал, может быть, почему я автобиографию пишу, потому что я говорю о том, в своем собственном восприятии, как тоже в свое время читал, вот типа, вот семь тел, ну, с физическим телом, плюс других шесть тел, это все, это слияние с абсолютом, это завершение развития вообще, и все, то есть это крышка. То есть растворение в абсолюте, как по индийской философии, ты даже не знал, просто доверял очень многое, потому что индусы действительно правду говорят, а оказалось, что они переврали то, что наши предки им передали. Но это узнал только от нас недавно. Понимаете? И вот когда еще в самом начале своего развития, когда вот начинал двигаться вперед, я думаю, интересно, если это семь тел, это абсолютная крышка, то есть дальше уже некуда, а я вот чуть-чуть трое, а интересно, знаете, интересно, а сколько же мне есть? Я хоть три наработал из семи этих или нет? Начинаю считать, знаете, как козик, помните, да? Раз, два, три, четыре, пять, вышел за дочь погулять. Насчитывал, у меня тогда еще было уже семнадцать штук. Я говорю, ну, что-то не получается. Скажи так, всего семь может быть? Откуда мне семнадцать сделать тогда еще? Ну нет, другие профессионалы, ну посчитайте, ну раз, два, три, посчитайте до семнадцати, там или до пяти, до семи, каждый может, да? Потому что вот нам вбивают какие-то догмы, и мы считаем, что вот семь – это все потолок. Это только завершение нулевого цикла развития. А почему для индусов это потолок? Потому что действительно, если просто, извините, тупо развивать тела, не понимая природу, то получается, с каждым уровнем, чем дальше мы поднимаемся, тем меньше клеток нашего собственного физического тела участвует в формировании последующего тела. И с каждым разом все меньше и меньше, и действительно, когда доходим до, если пойти по пути индийских, ветвий низких, как они ведут, то на том седьмом уровне, где вот абсолютно сливается, они превращаются в одну точку, в одноклеточное существо. То есть эволюция вверх идет, то есть получается, одна клетка развивается, условно, скажем так, достигает уровня, а все остальные клетки остаются на других уровнях. Получается, ход от фундамента многоклеточного организма до одноклеточного эволюции. От многоклеточного на этом уровне до одноклеточного уровня организма на том уровне. То есть идет деэволюция на других уровнях. Естественно, одноклетчий организм дальше развиваться не может. Куда дальше? На вирус перейдет, да? А после вируса на отдельные атомы? Ну уж абсурд. Потому что одноклетка развиваться дальше не может. Естественно, для них это крышка, для них это связи с абсолютом. Потому что они просто берут, не понимая, что делать, просто двигают в том направлении, не понимая, что нужно двигать, как двигать. А если правильно понимать, если свое менять кое-что, ну это правильно понимать, я сейчас беру, чтобы не начать экспериментировать, иначе можно наломать дрова. Некоторые уже наломали дрова, после чего, так сказать, даже на тот свет праздник. Из-за того, что не понимая, значит, а, вот сделай, посчитай нужным. Да, мне повезло, удавалось, потому что, так сказать, много причин, почему повезло, но все равно повезло. Так складывалось. Ну, не значит, что нельзя пройти, можно пройти, но для этого уже правильное понимание. Поэтому развитие, может быть, миллиарды тел в реальности, триллиона. Все зависит от того, какого уровня развития вы достигли, что вы наработали. И каждое новое тело, это не просто тело, для чего нуждаться тело? Вот для чего нужно тело на других уровнях? Как вы думаете, для чего? Это просто формально, типа, вот, хочу духовно продвинуться, да? А что такое духовное продвижение? Это вот я, как человек говорит, вот я считаю, что я уже, не буду называть имена и так далее, ну, плохой человек, но загружаюсь. Вот я уже слился с абсолютом, он сказал, что все, достиг всего и вся. А у него ничего нет, кроме как прочитал книжки несколько человек, сам написал несколько книжек, ничего. Вот он прочитал, что он достиг, и дальше не нужно ничего. Очень хорошо. Это не есть духовное развитие. Что такое духовное развитие? Когда вы, понимаете, вот когда человек имеет определенное количество возможностей для проявления, анализа чего-то, вот он ограничен этими чувствами восприятия. То есть, если человек слепой, к примеру, да, от рождения, его возможности ограничены познанием мира, потому что он, да, у него обостряются другие органы чувств, он слышит лучше, чувствует лучше, запахи слушает лучше, чувствует лучше, воспринимает лучше, но все равно даже обострение других чувств не может компенсировать человеку зрение, согласитесь? И для того, чтобы человек понял, что такое красота цветка, небо, звезд, солнце и так далее, и так далее, ему нужно сделать одно, дать ему глаза, правильно? Без глаз человек при всем желании не сможет получить правильное восприятие. Так вот, каждое новое работаемое тело, это разносит новые глаза, новые уши, новые и так далее, и так далее. Когда у человека возможность воспринимать окружающий мир расширяется. То есть, каждое тело не только расширяется, а возможность, возможность еще взаимодействовать. То есть, тело, это своеобразное качественное согласование. Потому что, допустим, вот стена есть, мы через нее пройти не можем, правильно? Потому что она, так сказать, преграда. Почему? Потому что наше тело не позволяет проникнуть через, конечно, структуру стены. Но те люди, которые, допустим, я это не делаю, говорю сразу, не скажешь, что я это делаю. Я, в принципе, знаю, но никогда не приходилось, потому что мне из тюрьмы убегать пока не приходилось. Я пока еще никуда не убегал, и не собираюсь убегать. Вот в этих случаях, конечно, пригодится телепортация, пригодится прохождение сквозь стены и так далее. Но что такое прохождение сквозь стены? Ведь стена, она, в принципе, на 99% пустая, вы на это понимаете. Почему мы не можем пройти? А потому что наша структура, условно говоря, крестеринская решетка, также если стоим, мы натыкаемся на ту же самую, а вместо того, чтобы пойти вот сюда, мы не можем пойти. Почему? А вот если есть возможность сдвинуть, это, допустим, крестеринская решетка стены, а вот мы, вот если мы так идем, мы не пройдем. Но если мы пройдем вот так, между, как наши мои пальцы проходят, то мы спокойно пройти сквозь стену. Правильно? Правильно. Потому что там 99% пустоты. Вот жалко, я не захватил, Байда мне прислал, там японцы сделали фотографию атома водорода. Реально водородная фотография. Не модель, а фотографию. Может, в следующий раз принесут, на следующую встречу, когда вернусь в поездки. Так вот, и что интересно, фотография полностью отражает тот, как объяснили, просто я рисунок делал, если рисунок не может быть, фотографии, иллюстрацию по поводу ядра водорода, атома водорода, полностью отражает именно то, что я объяснял в своей книге, как раз о «Медро и сирене», не только. Даже зона деформации, как это себе повторяет, потому что, как я говорю, деформация, там ядро, оно не круглое, а действительно деформировано, не имеет четких границ и так далее. Так вот, на этой фотографии, что вокруг ядра чернота, пустота. Так вот, для того, чтобы пройти сквозь стены, нужно иметь возможность сместить свою решетку, чтобы она прошла вот как пальцы между пальцами. И все. В принципе, сложности нет, только нужно сложены эти ключи, чтобы это сдвинуть. Правильно? И я, по крайней мере, с этим и занимался, потому что мне это не нужно, это не столь важно для меня. Если попаду в тюрьму, для этого я буду ломать голову, как пройти сквозь стену. Но у меня есть другие методы, чтобы в тюрьму не попадать. Поэтому каждое тело наработанное, это вам позволяет работать на тех уровнях активно. То есть, просто это своеобразный ключ, это вы убираете стену, и вы можете проходить через нее и там действовать. То есть, наработанное, полное наработанное тело, это действительно инструмент дальнейшего развития. И развитие заключается не просто, что вот я очень духовный, я очень духовный, сижу сто лет, и духовный, и духовный, аж духовнелся. И что толку от того, кто-то сидит там в пустыне, там в отшельнике, сидит там, те же йоги, индусы, они сидят, отшельники. Миру стало лучше того, что они посидели там. Что-то изменилось в мире. В мире стало меньше гадости, мирности, подлости. Как вы думаете, меньше стало? Кто думает, что меньше стало? Есть такие? Странно. Работают, на самом деле. Что не работает? Ну, на самом телепатическом уровне работает. Извините, телепатическое уровне – это средства общения, это не работает. Нет, ну, и другие формы. Они проявляются должны, понимаете, в действиях. Понимаете? Если что-то работает, понимаете? Если что-то происходит, оно происходит в реальном мире тоже. Потому что все взаимосвязано. Понимаете? Если они работают реально в другом уровне, то тогда, извините, должно в нашем мире изменяться тоже. И что же изменяется? Ничего. А только в худшую сторону. Значит, если они работают, то они в ту сторону. К сожалению, в большинстве случаев используют людей. И что самое обидно, с моей точки зрения, что действительно самое обидно, то, что многие из этих людей действительно дарами этой природы. Если бы они не попали в ловушки этих паразитов, они могли действительно очень много сделать положительнее. Очень много. А для того, чтобы они не попали в руки их паразитов, у меня таких примеров очень много есть, которые у меня сталкиваются. Они мультипулируют и заставляют делать то, что... Ну, кто не читал, кто читал, напомню, потому что как раз по теме. Вопрос по теме. Еще тогда 80-й год. Ко мне приехала одна женщина, уже на пенсионной, и она духовным развитием занялась. И вот она говорит, вот мы... И она, наверное, что там... Более подробно я в первом томе автопиографии пишу, чтобы полностью не рассказывать. Вот мы, типа группа, то-то, то-то, то-то. Вот у нас духовное продвижение, мы сделали то-то, то-то, и нашим результатом. И приехала она... Знаете, почему у нее большая опухоль в области словно-диспленения? Примерно такая опухоль была. Вот спасите меня от рака. Ну, я поработал с ней и так далее. И что она рассказала? Это первый раз в случае, когда у меня был такого плана общения с человеком, который якобы имеет контакт с инопланетянами. Я что она сказал? А вы знаете, вот мы спрашивали, чтобы... Мы же не дураки, она читает. Вот мы спросили, чтобы он подтвердил, тот, кто общается с нами на инопланетях, чтобы подтвердили, что они действительно... Что они сказали? Вот, они говорят, вот, к примеру, они сказали, вот такого числа будет какая-то катастрофа, к примеру. Хорошее подтверждение, да? Ну, там, самолет упадет, к примеру, да? Ну, условно, скажем так. И они ждут, вот прошло, раз, самолет упал, то, что говорилось, все случилось. О, правда! Второй раз, третий раз. Я называю это дефицит доверия. Когда человек не доверяет, а те, кто увидит, могут прочувствовать и увидят. И вот, я называю дефицит доверия. Вот они дают информацию, ту, которую человек может проверить на своем уровне. Это хитро, работает тонко, поверьте. Человек получает подтверждение. Да, вот, самолет грохнулся, погибли люди. Все правильно. Значит, правда информации. Один раз, второй раз. После этого, несколько раз, человек, все, он начинает уже кушать все подряд. Потому что он уже проецирует, что вот если он может проверить, правда, а то, что он не может проверить, он уже проецирует, как тоже правда. И на этом настроение. Когда только человек начинает сомневаться, тут же появляются новые факты, которые человек может проверить. И опять все в порядке. И когда, так сказать, я это столкнулся с ситуацией, ну, я с ней работал, чтобы убрать рак, я убрал не опухоль эту. Но думаю, как же человека убедить? И я просил ее, говорю, а могу я поговорить со своими друзьями через вас? Ну, у вас же есть контакт? Да, я могу позвонить, типа, любому, кому хочешь. У меня телефонная связь со всеми. Ну, условно, так сказать. И главное, что не я принимал, что она сама принимала. Так сказать, тогда это не скажет, что я это, но я говорю, ну что, готова? Говорит, да. Ну, я начал задавать вопросы. Задал вопросы, получаю ответы. Молчу, я ничего не говорю. Еще вопрос задаю, еще ответ получаю. И так далее, и так далее. Ответы на уровне понимают и старушки, которая была. Тогда, конечно, я уже старушка, тогда я была за 60, с лишним лет. А мне тогда было 27 или 26. Конечно, для меня она была старушкой. Сейчас-то я уже самый старик, да? Мы же все не считаем старыми, да, все. Ну, вот. Так вот, и говорю, правда-правда, потому что когда записываются ответы, вопросы, все, она же сама и записывалась, и так далее. Я говорю, хорошо. Некоторые прошли, чтобы достаточно подолгить. Ну, как идет все? Она говорит, просто прекрасно. Сегодня связь, просто супер. После чего, говорю, и я на следующий вопрос. Потом, после довольно длительного общения с теми моими друзьями, которые я знаю. Я говорю, хорошо. А теперь скажите мне настоящее свое имя. И тут чуть ли не через нее пошел мат перемата. Что ты имеешь в виду? Я есть тот, кто есть. И вижу, что он уже пытается этот контактер, который на другом уровне, между прочим, находился, действительно, смываться хочет. Ну, я тогда взял, посадил в клеточку, чтобы он не смог, ну, мог тогда это делать уже. Он получился, удрать не может. Я говорю, а теперь имя назови свое. Он назвал свое имя. Настоящее уже. Я говорю, что ж ты, дурака, валяешь? А он сказал, в анекдоте. Я его не валяю. Я его поддерживаю. Помните, да? Я его поддерживаю. Так в чем же я? Они говорят, моя задача сидеть на этом уровне. Единственное, на более высоком уровне, земном. И вот когда какой-то человек прорывается туда, ну, знаете, прорывается. Знаете, как вынырется из воды, да? Наконец-то прорывается, в воздух дышу, да? Вот человек прорывается на другом уровне. Его задача, типа, взять и под контроль. И он говорит, они же дураки. Ну, условно, та женщина продолжает принимать все. Я принимал это все. Так что это в этом плане очень интересный эксперимент был. И я продолжаю принимать. Они же дураки. Они не понимают, что, условно говоря, нашим языком, она их принимает на уровне своего понимания. То есть, любая телепатическая информация, мозг человека трансформируется в тот уровень понимания, который у него есть. Не более того. Больше, чем человек понимает, телепатическая информация он не может получить. Так вот, типа, они имеют золотые самородки, ну, условно, скажем так, но их не пользуют, как булыжники, карманы, носят. А что я делаю? Я у них просто забираю этот золотой самородок. Им все равно не нужен. Я их забираю и даю тому, кто мне послал. Неплохо? А я говорю, нет, голубчик? Во-первых, вот смотри, видишь, у нее опухоль уже раковая. Это не просто забираешь. Это первое. Ты вред приносишь. Это первое. И второе. Да, может, в этом воплощении они золотой самородок не смогли освоить, скажем так. Но этот золотой самородок они нарабатывали в течение предыдущего воплощения. Ты их забираешь, потенциал, этот качество? Значит, они их обратно возвращаются в лицо, на назад и в следующем воплощении начинают все сначала. Да, может, в этом отношении действительно они, ну, дураки, как ты говоришь, не смогли реализовать себя. Но в следующем воплощении, наработанное, они могут раскрыть и пойти дальше. А ты не забираешь. Поэтому, голубчик, не получится сказать, что ты никакого плохого ничего не делаешь. А то, что вот насчет того, что дураки, тут забавный случай был, тоже место скажу, я уже говорил, не раз повторял. Во время выступления в Архангельске в 91-м году, вот когда я работал с лечебным цитатом правительства, с залом целиком, ну, примерно то, что я семинары проводил в марте этого года, это примерно такое же было. И для некоторых людей была перегрузка. То есть вырубались, и просто люди пригласали, я в шторм-зал и возвращал. Ну, была ситуация, молодая девица, когда позвали, она была выключена, то есть как самостояние комы, то есть такого плана, когда вбивает человека, то он, в принципе, как комодозное состояние. Я один раз, ну, когда много людей, там 20-30, надо больше, меньше, сложно рассчитать дозу на всех, я брал среднюю дозу, но все равно среднюю дозу для кого-то, может быть, за перегруз. Вернул ее, типа, раз, она начала, очнулась, только откажешь, она брэк опять готова. И один раз, второй раз, третий раз. А времени нет, потому что нужно другим помогать, почти всего решил, что же делать такое, потому что не приходит в порядок. И пришлось установить телепатический контакт с этой девицей, сущностью, точнее уже. А девица, молодая девица, уровень интеллекта на лице написан полностью, не нужно объяснить, что это значит, да? И ее сущность, так я тебе благодарна, что я освободился от тупого тела. То есть сущность довольно-таки высокого уровня вошла в тело, не смогла его развить. И вот в основном моменте, что выбила ее из тела, она была довольна, что вот теперь, типа, она это тупого тела. Я говорю, нет, голубушка, это твое тело. Возгнул ее обратно, когда я понял причину, почему она не остается там. Я ее, например, закрыл там и сказал, вот вошла работой. То есть действительно, очень часто, потому что паразитическая система создала такие условия, что люди не имеют возможности нормально развиваться. Им вбивают, превращают в биороботов, с детства начинают, все убивают живое в них. Ребенок воспринимает что-то, ему говорят, это бред сего кобыла, забудь об этом. Так запутан, потому что ребенок вообще ничего не видит. И того примера множество, опять-таки, чтобы, я думаю, это важная тематика, потому что, действительно, опять-таки, еще много таких, примерно, 80 лет, 80, 90-й год, 90-91, да, переход был, 90-91 год. Один мой пациент, у него была дочурка, которая три годика была, и он приходит, и говорит, вот вы знаете, наша дочь в районе полуночи скакивает, и с кем-то дерется, а там никого нет. Ну вот мы думаем, повезти ее психиатру, или все-таки не везти. Но я, примерно, понял, что происходит через нее, просмотрел, ну, знаете, психиатру вы всегда поведете, лучше приведите ко мне. Они приехали, он с женатера первый раз приехал, и привезли дочурку. Действительно, девчушка в то время, но это давно было, трех годика, такие золотистые волосы, голубые глаза, красавица девчушка. И я просматриваю, говорю, что приходят существа, которые такой, да, говорит, вот я стою только лежусь спать, и вот ко мне приходят два существа, они пытаются меня схватить, а я с ними дерусь, дерусь, дерусь. Ну, ребенок, как же может действовать? На уровне понимания ребенка, так? Естественно, что она их видит, а родители, когда в этот момент, их не видят. По мнению родителей, что у нее? Правильно? И что, в таком случае, большинство родителей делает? Берут ребенка, ведут, везут к психиатру. Психиатр говорит, а что вы мне крокодички бросаете? Помните, этот анекдот, нет? Напомню, да? Приходит пациент, психиатр говорит, доктор, крокодички на месте, прыгают и прыгают, а что вы их бросаете? Так вот, приходит, приведу к психиатру, что дадут? Дадут, дадут психотропные средства, которые поджарят мозг. Поджаренный мозг уже ничего не будет видеть. То есть, вот этот немножко открытый шуар, который у нее были, будет опять закрыт навсегда. Значит, что эти существа перестанут приходить? Конечно, нет. Они будут приходить только теперь, если она раньше, на ее уровне понимания, дралась с ними, как она могла, понимала, в три годика, то после того, когда они перестанут видеть, они будут приходить и просто кушать ее уже без того, чтобы она с ними сопротивлялась. А это раздел по-другому. Ну, ребенку объяснили, что пристройка мозга сложна, ну, три года. Я просто сделал пристройки, сказал, вот я поставлю тебе фонарик сюда в голову, в лобик, вот там вот, когда только придут эти существа, ты просто подумай, фонарик зажжется, и они уйдут. А потом они, отец ее привозил с матерью, они часто приезжали, потом ко мне. Привозил ее. Я говорю, ну что? А, пришли. Я говорю, фонарик подумал, как они убежали, после этого не появлялись. Понимаете? Понимаете, вот здесь уместно будет привести понятие научное, понятие, здесь очень уместный анекдот из сферы планет обезьян. Значит, астронавты терпят, курица, крушение, корабли падают на планету обезьян, приходят обитатели планеты обезьян, смотрят люди, берут и сажают в клетки, и ставят бананы, и красную кнопочку. А астронавты говорят, ну мы же разумны, как вы можете нам какие-то идиотские кнопки, мы же подумайте, мы люди, мы интеллект имеем, да? Тот, кто обезьяны наблюдают, пишут, так, не реагируют, проходит один день, второй день, третий день, кроме бананов, никакой еды не дают. Через третий день, основной, черт возьми, да бог себе, нажимай, дурацкую кнопочку, вот эту банан получу, нажимай кнопочку, получает банан, счастливый ест банан, отец говорит, после долгой тренировки вырыгнулся простейший, условный рефлекс. Вот как наша наука, извините, подходит к изучению мира, проецирует свои собственные представления на все живое, понимаете, растения, любое живое существо, включая растения, они могут чувствовать, мыслить, у них есть чувства, у них есть, они чувствуют боль, все, они правда, у них нет глаз, ушей, нос, как у нас, но это не значит, что там не происходит. И животные то же самое. Просто, действительно, если вы, помните, у нас в серассказках знать язык птиц и зверей, помните, да? То есть, можно общаться и с животными, и с растениями, только, естественно, нужно иметь, понимать, как это, это терапатическое общение возможно только с ними, но для этого нужно перестроиться, немножко не стать животным или растением, а нужно уметь правильно преобразовывать те представления, которые они, так сказать, имеют. У них, очень много еще есть, у них индивидуальности чуть не меньше, чем у человека, хотя они тоже, для нас, они это одинаковые, на самом деле, их очень много различий. Ну, кто, у кого есть домашний животный, допустим, не одно, даже птицы, если несколько птиц, человек может сказать, что каждая же птица имеет свой характер, свой интеллект, все, и далеко не глупые, как мы считаем. Братья младшие, тупые, безмозглые твари. Это не зависит даже от количества нейронов, просто количество нейронов дает те или иные возможности, но, смышленные, понимаете, поэтому, здесь очень много таких фактов, которые нужно действительно учитывать, чтобы нам не превращаться именно в таких ученых, как и насчет планеты обезьян, проводить. я думаю, что планеты обезьян, мы очень хорошо знаем свою собственную планету, да? Кстати, по поводу обезьян. Помните, в Бразилии много обезьян, помните, да? Здравствуйте, ваши тети. Так вот, человек к обезьянам никакого отношения не имеет. И это уже, доказано стопроцентно. Даже гуманоидные формы, которые были, включая неандертальцев, не являются нашими предками. Не говоря, что обезьян. Хотя, до сих пор еще в школах и в университетах все теории дали, но преподают, что, типа, человек пришел от обезьян. даже тот факт, что обезьяны, даже в той самой Африке, гуманоидные формы, так сказать, человекоподобные обезьяны, типа, гориллы, шимпанзе, шерсть не потеряли, правильно? Там же жарко весьма. Но они шерсть не потеряли. А почему жители земли шерсти не имеют? Мы с вами особо шерсти не имеем. А, между прочим, вы знаете, что кожа под шерстью, те же самые шимпанзеи, гориллы, рунтанов, различные. Есть черная, есть белая кожа. Знаете об этом, да? Знаете, да? Вот, понимаете, кожа разная, но шерсть не потеряли все равно. Так, понимаете, очень много лжи держится. Почему? Почему боятся обнародовать факты? Потому что факт того, что нашли одного тела, замороженное тело в Альпах, неандертальца, то есть получили оригинальный материал, то есть не предположение, не камневшие кости, по которому мало что можно сделать, выводы, кроме того, как выглядит человек, а действительно, замороженное во льду на много тысяч лет тело не из человека, а существа, которое было неандертальцем. Генетически сравнили и выводы сделали. Несовместимы с современным человеком. То есть никаким образом предками не были. Почему об этом официально не сообщается? Как вы думаете? Были несколько публикаций, и на этом дело закончилось. Почему вы думаете? А потому что то же самое, что кто сидит в науке, то забыли, в большинстве случаев это чиновник от науки, к науке никакого отношения не имеет, кроме званий. И им не нужно, потому что они тоже работают на паразитов. Почему? Потому что если сообщить, что человек современный не произошел на Земле, автоматически, если он не земное происхождение, откуда же появился человек. Правильно? Автоматически это вопрос, что человек, хомо саппиенс, как я помню, прилетел сюда, значит прилетел, значит был откуда прилетать. Правильно? И на чем прилетать? И автоматически получается, что та идиотская идея, что мы единственная планета во Вселенной, где есть жизнь, и можем теперь, и нам не на кого сравнить опыт, потому что, знаете, когда человек первопроходится, он идет, ничего не знает, и делает ошибки, потому что он не знает, куда идет, да? Поэтому мы и должны пройти через ошибки, то есть гробить свою планету, гробить, уничтожать миллионы, десятки миллионов, и ради какой-то идиотской идеи, типа коммунистической идеи, утопической, которая была, я сегодня не захватил книжку, но в следующий раз закручу книжку, где пишется насчет этого положения, опять-таки. Не получится-то, люди начнут спрашивать, хорошо, значит на других планетах тоже жизнь есть, а где гарантия, это то, что вы проводите политику, социума, является правильным. А может, вы ошибаетесь, а почему не спросить их? Чтобы не ломать ошибки, зачем наступать на грабли, если кто-то уже наступил на них не один раз, так нужно принять опыт. А это не важно, потому что когда только узнает, что есть другие, социальным паразитам ничего не остается, как сказать, что да, мы понимаем, мы есть паразиты, и мы на вас паразитируем, и нам это очень нравится, и мы не хотим от этого избавляться, мы хотим и дальше жировать. Вопрос. Когда паразит, клещ, сосет из вас кровь, это что значит? Позвать ему дальше сосать кровь, когда вы поймете, что это не ваш благодетель? Клещ это не... О, как ты скажешь, оу, весь интеллект исходит от меня, потому что я сижу на твоем теле, сосу твою кровь, но зато я интеллект, и благодаря мне ты мыслишь. Ну, размышления клеща, понятно, да? Вот, примерно, такая же философия клеща. Клеща, философия у паразитов. Они должны убедить всех, что они умнее всех, что они понимают лучше всех, и так далее. И для этого им нужно полное изоляция, что никого вокруг нет, что мы одни во Вселенной, и что Вселенная такая уже уникальная вещь, что вот взяла и создала жизнь только на нашей Земле. А во Вселенной, на других планетах ее не может быть, потому что не можно никогда, потому что мы так хотим. А потому что, если признать существование другой жизни и разумной жизни на других планетах, сразу вся эта плена, одурмание паразитов тут же исчезнет. Потому что люди начнут задавать вопросы, а на вопросы они ведь не смогут. А если честь до того, до чего доведена была планета, то есть экологическая катастрофа подведена, то постарается понятно, к чему это все идет. Следующий вопрос, а то я увлекся, а время бежит. Да. Ну здесь, как технически происходит смещение лифт в прошлое, на настоящее. Ну, понимаете, дело в том, что в основном, какого-то источника информации, так далее, так далее. Опять-таки, вот в чем ошибка. Мы начинаем проецировать, понимание, то, что мы привыкли к миру, к которому мы привыкли, на то, что нам неизвестно. И в результате этого, это не просто, это, к сожалению, неизбежно, неизбежно радиоцируем. Неправильный вопрос. Насчет будущего, прошлого, настоящего, я приведу такой пример, чтобы было понятно. Вот, допустим, опять-таки, здание удобно, семь этажей, ну, ступо, семь уровней, семь этажей. Вот, человек живет на третьем этаже, к примеру, так? На седьмом этаже, у кого кто-то забыл закрыть кран, вода начинает заливать. Сначала заливает седьмой этаж, проходит на шестой, пятый, четвертый, доходит до третьего этажа. Когда дойдет к третьему этажу, тот, кто живет на третьем этаже, узнает, что его заливает. Правильно? Теперь, тот, кто живет на третьем этаже, у него уже заливает, но на первом этаже еще не заливает, потому что на первом этаже не дошло. Хотя, скажите, это что, разве в разное время находится? Да, это качественно еще не дошло на первом этаже, но, когда дошло на третье этажа, уже залило седьмой, шестой, пятый, четвертый. То есть, для третьего этажа настоящее, заливает сейчас, для четвертого, пятого, шестого, седьмой, это уже, для седьмого вообще далекое прошлое, мы сложим там. А для первого этажа, это довольно-таки далекое будущее. Вопрос. Что такое прошлое, настоящее будущее? Время, это условная единица. Все это существует одновременно. Все эти семь этажей, они взаимодействуют одновременно, существуют одновременно. Поэтому, что такое перемещение? Это не просто источник информации, к сожалению, это не так. И очень многие из-за этого попадают в серьезные проблемы. Для того, чтобы переместиться, допустим, в прошлое, необходимо сесть в лифт, с третьего этажа, условно, скажем так, и подняться на четвертый, пятый, шестой, или седьмой этаж, примерно. Ну, это из семь этажа есть. И вы подниметесь на этот этаж, значит, вы уже увидите, что происходит, что произошло в прошлом, и уже знаете, что произойдет на вашем этаже третьем. Правильно? Вы можете действовать, предотвративаясь, и так далее, и так далее. Если вы переместились на седьмой этаж, и там только кран открылся еще, и вы переместились, можете кран закрыть, то есть, уже это прошлое для седьмого этажа, будущее для третьего, никогда не случится. Правильно? И тем более не случится на первого этажа. Для этого что? Вам нужно иметь возможность, так сказать, перемещаться на лифтах между этажами. С третьего на седьмой и на первый, к примеру, так? На второй этаж, каждый этаж, это здание. Для этого нужно, естественно, иметь потенциал, иметь этот лифт, вы знаете, как он устроен, как он работает, и что для этого нужно. При этом, в прошлое смещаться, проще, туда уходить проще, возвращаться сложнее, потому что вы идете против. В одном случае, вы идете в прошлое, вниз по реке, скажем так, но когда возвращаетесь, вы идете против течения реки. И если вы сместились туда и не имеете потенциала вернуться назад, вы погибнете. В будущее сложнее идти туда, потому что вы идете против течения реки. Но когда туда пропали, вы вернете гораздо проще, потому что вы идете опять Но опять-таки, это смещение не просто информации, это действительно вы смещаетесь в то время, что здание семиэтажное, но я думаю, это вопрос очень важный для понимания. Понимаете, вот здание, например, здание очень доступно для понимания любого человека, потому что это каждый понимает, что поднявшись по лестнице или на лифте на другой этаж, вы можете узнать, что там происходит, и вернувшись на свой этаж, вы будете знать об этом, что было в прошлом. Но для этого, есть, конечно, возможность, когда вы можете просто настроиться и пробить, но все равно тот же самый лифт создаете, для того, чтобы пройти через потолок, одно, второе, третье, тогда вы должны создать тот же самый лифт. А просто так, ничего не меняя, ничего не изменяя, вы уперетесь в потолок, который вы видите, вот потолок, и дальше вы ничего не видите и не слышите. Ну, конечно, кое-что, сейчас, конечно, строят дома так, что слышно, наверное, что происходит, вы понимаете. Но если вы, допустим, что звукопроницаемость хорошая, то ничего не услышите и не увидите. Плохая, так сказать, ничего не услышите и не увидите. Поэтому, вот, так что, где будущее, где настоящее, где прошлое, оно существует одновременно. Просто мы с вами, конкретно мы с вами, находимся, допустим, на третьем этаже, ну, в данный момент. Для нас третий этаж является настоящим. Но это не значит, что другие этажи, они не существуют, они нереальны. И что, так сказать, они являются, для нас что-то является будущим, для нас что-то является прошлым, для нас. А для тех, что на каждом другом этаже находится, все по-другому. То, что находится на втором этаже, скажем так, для них наш третий этаж уже прошлое. Ну, логично, правильно же? Понимаете, это, конечно, пример, почему можно сложнейшие вещи объяснить простым языком, чтобы было понятно. И действительно не нужно придумать, а это вот это то, это вот это то, это вот это, трансмутация, тримоматации, мутерация, патрация. Ну, суть такая, понимаете? Действительно можно простым языком объяснить сложнейшие вещи, только для этого нужно понимать эти вещи. И вот когда вот так объясняешь, действительно для человека становится понятно. Вопрос второй, где такой лифт достать и как на него электричество зарабатывать, да? Где нам машину взять, чтобы туда-сюда двигаться? Но это уже вопрос второй. Но если вам повезет, что у вас это есть, то вы тогда это можете делать. Это вопрос второй, говорю, как? Ну главное, чтобы вы могли, понимаете, вы сразу хотите дать ключи от квартиры, где деньги лежат. Помните Эстамбенда, да? Вы хотите узнать, что такое прошлое, что такое будущее, и хотите, а как это сделать? Да, вот нужно или самим добиться этого, или кто-то должен обучить, но дать это понимание и так далее. И естественно, это нагрузки огромнейшие. Там вот, допустим, когда Светлана писала свою книгу, она не просто информацию считывала, то, что говорят, информационное поле, как вилку подкнись. Я получил информацию. Это бред сего и кобылы. Никакого информационного поля нет. Вы можете получить информацию, если вы ее ищете сознательно, и вы ее можете получить только на уровне своего восприятия. Потому что сколько приходили люди, которые контакты имели, получали информацию, читаешь, действительно люди воспринимают на уровне своего уровня развития. У кого выше, у кого более образованного, он получает информацию на своем уровне, более точную. Чем менее образованный человек, чем менее он развит, скажем так, тем его кастрирование информации становится больше, и наступает момент, даже если человек принимает настоящую терапевтическую информацию, но она, так сказать, выхолощивается, допустим, 10% от того, что пришло, его мозг воспринимает. Потеря 90% катастрофическая, правильно? И ценность такой информации становится практически нулевой. Почему? Потому что человек после этого начинает добавлять свое к этим отсутствию 90%, и получается билиберда. Поэтому я, например, всегда, когда, так сказать, получаю свою информацию, я ее не получаю, так, нет, это идет ценно-правильная работа. Почему? Я всегда говорю, для того, чтобы что-то получить информацию, есть поговорка, пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. Такого невозможно. Для того, чтобы действительно найти то, что не зная что, нужно знать, что ты ищешь. Пример, это даже простой пример. Где, допустим, стоит, допустим, прожектор. Вот, назвали слово прожектор, все видят, вот здесь стоит, и вот здесь, примерно, стоит. Так, и всем потом это понятно, где искать. Повернули головой, увидели, а, вот здесь. А если сказать, а где стоит что-то? Без конкретизации что-то, вы никогда не его найдете, даже если вы имеете возможность найти. Вы же можете увидеть глазом. Любой, кажется, человек может увидеть, правильно? Ну, если сказать, где находится что-то, чего не знаю, я, а ну, вы должны указать это. Что вы найдете? Вы можете найти все, что, а, может, это светильник, а, может, это, а, может, вот это, а, может, вот это. И так можно перечислять до бесконечности. А если человек не знает, что еще ищет, то тогда никогда не попадет, правильно? Так и здесь. Для того, чтобы получить информацию, человек должен настроиться для того, чтобы получить серию сканирования. И, к тому же, любое получение информации извне, вот, опять-таки, когда у меня были какие-то первые контакты, скажем так, я сначала расстраивался, почему, говорю, вы не можете дать информацию мне, если вы уже это знаете. Вот взяли бы и передали, зачем мне дурака валять, самому, так сказать, набивать шишки, на грабли наступать и так далее. А мне ответили, когда, если ты что-то будешь делать неправильно, мы тебе подскажем. Это в самом начале было такое, потом мне уже не говорили такие вещи. Потому что, действительно, если кто-то вам расскажет, вот я сейчас вам расскажу, как управлять летающей тарелкой. Это действительно просто. Как вы думаете, если вам сейчас тарелку дать, вы полетите на ней? Да? Вы уверены? Скажите, кто-то здесь машину не умеет водить? Поднимите руки. Не умеет. Кто не умеет водить? Ну, довольно-таки много людей. А вы видите, ну, все ездили в машине, как пассажиры, правильно? Все дадут. Скажите, те, кто сначала был пассажиром и не умел водить, а потом научился водить сам. Есть такие? Много, да? Вот скажите, когда сидишь сбоку, кажется, так просто, да? Что там? А когда человек садится за руль и сам, так все получается сразу, да? Вот все сразу идеально. Вот сидишь сбоку, кажется, ну, что там, дернул ручку так, дернул ручку так, правильно, да? Повернул туда, повернул туда. Вообще, примитивные движения, правильно же, да? Ну, как ни странно, когда человек сам садится за руль, в большинстве случаев он начинает трясти сначала, да? Особенно женщины сильно. Они начинают нервничать и так далее. И почему-то и машина не едет прямо, и не может, ну, особенно, как говорится, автомат проще, конечно. А если ручная передача, там вообще и не двигается с места хорошо, и все остальное, и так далее, и так далее, и так далее. Хотя другой человек сидел, раз-раза все поехало, все просто, замечательно, элементарно. Вопрос. Понимаете, вот, когда со стороны всегда проще всего. Но вот, когда начинаешь делать сам, не всегда просто, кажется, получается, что кажется просто. Поэтому, ну, всему можно обучиться и так далее, но для этого нужно действительно понимать. И поэтому, когда кто-то передает информацию, поверьте, светлые силы никогда информацию не передадутся. По низким причинам. Потому что это на самом деле, что передать человеку, как управлять машиной. Пока он не сядет за машину, он не поймет, и все равно. Или компьютером работает. А это просто, нажми кнопочку здесь, нажми кнопочку здесь, откроется, здесь окошечко откроется такая, здесь финтиклюшка такая повернется, откроется другая финтиклюшка, и третья финтиклюшка заработает там. Вот такое объяснение дать, много поймет человек, ничего не поймет. Поэтому, светлые никогда не понимают, не потому что они жадные. Потому что, пока человек не дорос до понимания сам, это, во-первых, неправильно, потому что получится, что, о, я все знаю, как машину водить, сразу, раз, в трассу вперед, и что будет лучше, в минимальном случае авария сразу будет, правильно? А в больших масштабах авария может быть весьма серьезной по своей семье. Поэтому никогда не дают знания, не потому что они жадные, или там плохие, и так далее, а потому что нельзя давать. Потому что человек не готов, человек должен дойти понимание. Потому что если человеку объяснить, что 2 ж 2 4, и он запомнил это, зазубри, помнишь, коликам мы учили? Это будет суммоножение. Скажите, все понимали, что такое 2 ж 2 4, и так далее? Все понимали, да? Я понимаю, а что, это не важная информация? Кому это неинтересно, скажите? Может, вам только неинтересно? Да-да. Интуиция, есть несколько моментов. Допустим, интуиция, если человек чувствует что-то, что произойдет, это просто его подсознание, его сущность через подсознание дает какое-то проявление. Но на интуицию тоже нельзя особо надеяться, потому что интуиция, понимаете, вот есть хорошая притча про Будду, когда Будда гулял, и видит, человек лежит и что-то не делает. Он спрашивает, а почему ты ничего не делаешь? А вот, что мне делать? Через 3 дня меня тигр загрызет, поэтому я последние 3 дня хочу насладиться своей жизнью. Солнышко порелось, чтобы покушать, удовольствие получить и так далее. И Будда подумал, подумал, и решила, пускай с этого момента человек не помнит и не знает, что с ним случится в будущем. Почему? Потому что, к сожалению, большинство людей, вот для меня, если бы я, допустим, получаю информацию о будущем, я делаю все, чтобы этого не допустилось, понимаете? А многие скажут, а, мне загрызет тигр, все, ничего не делал, ложусь и так далее. То есть многие люди реальную информацию выдержать не могут. И это первое. Второе, интуиция, это опять-таки то, что сущность накопила в прошлом воплощении. Вопрос, все это хорошо или нет? Почему-то у нас память закрывается, сказали бы, вот так плохо, мы вот несколько, сколько воплощений живем, и вот каждый раз возвращаемся, и все у нас закрыто, и мы, как идиоты, начинаем с нуля. Сказали бы, почему не взять и сразу не включить, как вот Далай-Лама делает, да? Знаете, метод, да? Что вот он воплощается и по интуиции выбирает вещи, которые принадлежат ему, и после этого ему сразу дают следующий стаб. Но вопрос, в принципе, я ничего против Далай-Лама, он сам по себе очень хороший человек, современный Далай-Лама. Но если он с рокового воплощения, то представьте, сколько бы он должен развиться с рокового воплощения, а никакого отцового прогресса нет. Это значит следующее, или неправильная система ему дается? А, скорее всего, так и есть, правильно? Потому что если за 40 воплощений он продолжал с точки остановленной, то есть каждый у нас начинал с нуля, а он не начинал с нуля. 40 воплощений, каждое воплощение продолжает дальше, дальше, дальше. Вот 40 жизней, сколько можно было за эти 40 жизней в этом варианте двинуться вперед? Но никакого глобального продвижения вперед в развитии не наблюдается, хотя он владеет телепатией и многим другим тоже. Но в пределах весьма ограниченных. Вопрос, что значит, хорошо или плохо, когда закрыто, и то, и другое. Никогда нет однозначности. Почему? Конечно, с одной стороны, было хорошо иметь опыт прошлого, так? Но, почему у нас закрыта информация о прошлой жизни? Потому что в большинстве случаев человек, если он в прошлом, помните, о прошлом воплощении сохранилось, его сущность имеет, то в новом воплощении он пойдет тоже самую дорогу, проторенный уже. Зачем он искать новый путь? Он будет идти так, что он продвинулся до этой точки, будет двигаться дальше. А где гарантия, что он идет правильным путем? Потому что если человек шел бы правильным путем, то он бы добился бы довольно-таки, может быть, причиняя одной жизни результата. А если он умер, если своей смертью умер, скажем так, и не добился, воплощается вновь. Скорее всего, это означает, что он не достиг того уровня развития, чтобы освободиться от возвращения обратно на новую точку. Значит, в 99% случаев это означает, что человек прошел не той дорогой. Почему? Потому что когда человек воплощается, вот мы воплотились с вами, и куда мы упали? В социальную среду, которая ломает, например, с девочкой, да? Которая привел, и не только с девочкой. О чем говоришь? Что в социальную среду, которая формирует у людей шаблон подхода. И человеку очень сложно пробиться, вырваться из этого шаблона. Очень сложно человеку самому, так сказать, освободиться от тихаков и двигаться в нужном направлении. Потому что накладывается так, что ломается все, что человеку от рождения есть. Сколько детей в детстве, сколько летали? Многие летали в детстве? Все летали, да? Сейчас летали. Ну, некоторые сейчас летают, но многие не летают, а те, кто летают, дальше не продвигаются. Почему? Потому что что такое летание? Это, опять-таки, выход сущности из тела во время сна. Когда это добивается, вот некоторые говорят, вот, типа, индусы, типа, выходят из своего тела и тому подобное. Как раз-то, вот, один из споров, который у меня был, с одной группой, которая занималась тем, что они добиваются выхода из тела и тому подобного. Я говорю, ну, хорошо, допустим, выход из тела. Вот, когда вы выходите из тела, человек, сущность привязана к телу, и возможности человека ограничены, нити все время связывающие. Вот, насколько они двигаются, растягиваются, она не бесконечно длинная, понимаете? У кого-то длиннее, у кого-то короче, но все равно. И вы, так сказать, в принципе, только созерцаете. То есть, выйдя из тела, человек надолго не может выйти, потому что тело погибнет очень быстро, если долго покинут тело. И просто, соответственно, наблюдать. Хорошо? Хорошо. Польза есть? Есть некоторое. Наблюдать. Но нужно еще правильно понять, что вы видите. А только то, что если вы видите, ничего с этим делать не можете, польза-то какая-то нулевая. И тогда, и тогда, я говорю, важно, именно, чтобы только находясь в теле, сущность может активно действовать. Потому что соединение тела, потенциал тела дает для сущности потенциал, без которого сущность ничего сделать не может. Поэтому вне тела, она может потратить потенциал, который только получил с момента выхода из тела, и все. И он не такой большой, подпитки уже не получается. Только возвращаясь в тело, сущность подпитывается опять. Когда мы кушаем, для чего мы кушаем, вот не задумывались? То есть, извините, все понимают, что когда мы едим, мы переварим еду, потом уходим в особое место, куда Куцапихо называется, знаете, да? Куцапихо, знаете, как называется? Рашпроводится. Куцапихо, куда царь пешком ходит. Наверное, понятно, не нужно торчать, да? Из нас выходит то, что не нужно. Но в любом случае, то, что выходит не нужно, гораздо меньше то, что у нас вошло, не так ли? И да, допустим, человек может набрать вес, ну и так далее, и так далее, но даже с учета набора веса, часть масса исчезает. Что же происходит? А именно в клетках происходит распад вещества и воспражение привычной материи, так называемой условной, темной материи, как физика называет. И вот эти потоки, которые формируются телом, насыщают все телосущности и поддерживают их гармонии, взаимодействие на всех уровнях. И именно благодаря этому потенциалу человек может это делать. И генетика определяет ему тот потенциал, который есть у этого человека. А потенциал, вот представьте себе, физику еще не все забыли школьную. Не все, да? А негляционный взрыв, это самая большая мощность, правильно? Колоссальная мощность, правильно? То есть несколько грамм, ну здесь взять, допустим, 100 грамм и негляционного вещества, и аннигляцию провести, то в принципе эти разнесутся у планеты элементарно. То есть воспрождение потенциала такое колоссальное, что будет взрыв колоссальной мощности. Ну это физика простейшая. Я про граммы не считал точно, но условно говорю, понимаете? То представьте себе, в нашем теле происходит расщепление вещества до первичной материи. То есть условно аннигляция только происходит другим образом. Представьте, какой потенциал происходит, формируется в физическом теле, который почти на 99% уходит в пустоту бесполезно. То есть возвращается обратно в изначальное состояние первичной материи, которую создали материю, и все. Представьте, какой реальный потенциал имеет физическое тело, которое вырабатывает. Представили себе на секундочку? Так вот, без этого тела человек действительно только на прямом уровне. Конечно, если человек уже пройдет на прямом эволюционном путь и нарабатывает не 7 тела, а побольше, потому что другое тело, допустим, если тело, допустим, по аналогии взять, наше физическое тело есть синтез 7 первичной материи. Ну, как я понимаю, кто читал мои книги. Вот, к примеру, если другое тело будет иметь 7 материи и больше, то оно может делать то же самое, стать аналогичным физическому телу. Но это уже нужно пройти другие уровни. Но даже на том уровне, когда человек даже не вышел на другие уровни, а вот имеет физическое тело, но его не используют. Вот потенциал, который есть у человека, любого практически человека, ну, не используется на триллионные доли возможностей и так далее. Ну, может, с одной стороны, хорошо, потому что если бы человек, не понимая это, использовал, то, представьте, бы наломали дрова. Каждый бы делал то, что он хотел, как хотел и зачем хотел. Я все раздаю вот такой вопрос. Вот хорошо. Во-первых, то, что в Индии это искаженное мировоззрение наших предков, наверное, уже сейчас знают, читали, по крайней мере, это фактический материал, потому что подтвержден самими махатмами, так сказать, которыми, по крайней мере, одной из махатм, которым не приходилось говорить, это подтвердило. Но не в этом дело. И посчитайте, что за 4,5 тысяч лет, как они получили знания, потом исказили, за это время должен быть такой прогресс в Индии наблюдаться, эволюционный, да? Столько должно было работать они, особенно этой йоги, высокопосвящения, которые астральным телом выходят, так называемые. Во-первых, выход, астральный выход, это тоже неправильный терминал, потому что, как некоторые, эфирное тело пошло гулять в одну сторону, а астральное пошло к одной любовнице, эфирное пошло к другой любовнице, да? А ментальное пошло куда надо. Ну, я же не отвечаю, астральное тело есть, астральное примитивное, эфирное тоже. Зато ментальное пошло куда надо, да? Вот, я это утрирую, но, извините, когда читаешь, что вот, моя душа пошла в одно место, а существо моя пошло в другое место. Это интересно, конечно. Понимаете, и вот, и сколько, чего достигли, миллионы людей, если не сотни, миллионы, уже по всему миру, за эти четыре тысячи, может, даже миллион, если почитать, сколько в Индии этому учили, и куда они продвинулись далеко? Очень продвинулись, да? Уже неужели достаточно, что лапшу вешать, что это духовность и все, это какую же духовность? Сидеть в пещере, отрешенной от всего, это высокое правильное духовности, это опознавание самого себя, я опознал самого себя, я, и я слился с Абсолютом, да? Знаете, Абсолют очень сильно полегчало. Ну, я не знаю, Абсолют, когда запах, когда человек сидит, не моется, не стрижется, и все вокруг него, то есть, они заморовываются в пещерах, понимаете, да? Для того, чтобы полная изоляция от внешнего мира была, и там маленькая щелка есть, им дают, рассовывают еду, кто приносит немножко еды, и вот, ну, извините, человек сидит, вот, все в этом своем. И знаете, когда он прорывается к Абсолюту, я думаю, Абсолют будет убегать от него как можно дальше. С моей точки зрения. Для меня бы запах был не очень приятный, да? Но зато человек очень духовный. И что же духовного, вот, хорошо, человек сидит в пещере, изолированный, и что же он познал саму себя? И кому это тепло, этому холодно? Что в мире стало лучше, если он даже познал саму себя? Сделал лучше, теплее, добрее и так далее? Что-то стало изменилось? Ничего. Поэтому я считаю, что такие позиции, такие направления специальные, социальные паразиты, искажают для того, чтобы увести людей в сторону, для того, чтобы заставить идти по совсем другой дороге, для того, чтобы люди тратили свою жизнь на пустоты, то есть пустоцветом, и не занимаясь реальными делами, чтобы они действительно не сражались с паразитами, а сражались с витринными мельницами, которые к тому же еще не существуют. Понимаете? Вот если кто-то читал последнюю главу второго тома России, там я приводил пример, что я накопал, интернет это дело хорошее, если правильно знаешь, что искать, найдешь такие вещи, я накопал текст, хроник китайский, древний китайский хроник, где открытым текстом написано, что все, что китайцы получили, им передали белые люди, пришедшие с севера, к разведке. Кто читал, я полностью расписал. И так получается, что? А что теперь китайцы говорят? Что они самые древние, что они то-то, все остальные варвары по отношению к ним. И оказывается, что интересно, там я специально привожу пример из-за их хроник. То есть, когда происходила гибель Фата, когда падал Фата, на 23 градуса, они описывали это явление на уровне примитивного, как примитивные племена каменного века. И потом, когда пришли наши предки и стали их учить и давать знания, они поменяли все, обучали их, как землю пахать, дома строить, плотины, оружие, и так далее, и так далее. Дело в том, что, конечно, вопрос еще много, я прочитаю это, но я думаю, что сегодняшние темы, которые вы сравнивали, были интересны, ну, не всем, может быть, но многим. В следующих я всегда прочитываю неотвеченные вопросы, и когда отвечаю на вопросы, я стараюсь выбрать именно те вопросы, которые наиболее часто интересуют людей. Поэтому, так сказать, не обижайтесь, кого не успел ответить вопрос, потому что действительно, сегодня такие вопросы просто весьма интересны, у моей точки зрения. И все-таки не хочется, опять-таки, повторяться, я не стараюсь не повторять те же самые вопросы, которые я уже отвечал ранее, потому что их можно найти на интернете, кто может скачать и так далее, там уже все это расписано, чтобы 10 раз одно тоже не говорить, иначе получается, что начинаешь говорить одно и то же. Поэтому стараюсь каждый раз говорить о чем-то другом, хотя бы другим ракурсом, то, о чем я говорил ранее. Поэтому, в силу того, что у нас осталось немного времени, меня нас просят к 6 часам все освободить, это испариться. Но телепортировать я всех вас не могу, если я в том числе, к сожалению, а может и к радости. А там телепортировался к чертовой бабушке, к другую планету, и сказал, чертям собачьим все, не получается. Я шучу. Если бы хотел, мы с женой ушли бы давно, и не через телепортацию. Поэтому, прошу прощения, тех вопросов, которые не ответили, я постараюсь их прочитать, в любом случае, и потом в дальнейшем именно поднимать темы, которые наиболее часто поднимаются, именно вопросы, и именно те вопросы, которые хотя бы каким-то образом открывают новые грани. И еще, перед тем, как закончить, перед тем, как блокировка, обычно всегда просят, я не дошел, но, скорее всего, это просьба тоже, если кто будет желать, сниму блокировки, т.д. и т.п. Перед тем, как закончить, я хотел сказать следующее, что в любом случае, по крайней мере, то, что кажется, и меня, вот, допустим, книгу запретили, ну, не значит, что борьба закончилась даже за книгу. Первое, и в любом случае, я считаю, что если мы не будем отставить свое человеческое достоинство, за нас это никто не сделает. Если не перестанем быть рабами в душе, сами, понимаете, можно быть в тюрьме свободным человека, а может быть на свободе в тюрьме, понимаете, это внутреннее состояние. Вот пока мы будем рабами в душе, и вот то, что люди боятся даже поставить подпись под запретом на налог на недвижимость, хотя по Конституции, если соберется определенное количество подписи, это уже неформально, формально даже, является основанием отмены такого закона, и это не нарушает никаких конституционных правил, это не какой-то заговор, не попытка, это все в пределах прав человека, которое отражено в Конституции, существующей сейчас. И люди боятся, даже понимая, что они могут потерять свое жилье, если такой закон будет введен, то, извините, могу сказать, жалко мне таких людей, потому что, значит, люди остаются рабами и в душе, и не только в душе, и ведь на деле. И поэтому задача, по крайней мере, и моя, считаю, и движение, и дальше будет, несмотря даже на запрет книги, моя информация не заканчивается только книг, если много других книг, и много материалов, которые они, навряд ли, хотя могут рассказать, что источник жизни тоже это экстремистский материал, да? Ну, я не удивлю, если еще такое, напишу тоже. Там экстремизм. Растения дают урожая много, это экстремизм. Потому что, если в России такое будет, а мы, кажется, будем нечестны по отношению к другим странам, а у них этого не будет, да? У нас дискриминация наблюдается, да? Мы Россию выделяем из других, а получается, что, ага, дискриминация, значит, экстремизм. И так далее, и так далее. И рождение международной розы, и так далее, и так далее. Я не удивлюсь, что источник жизни тоже скажет, что это экстремизм. Потому что, как я понял, там в Кирове, когда проводился пикет, официально разрешенный, и там распространены статьи «Зримый и незримый геноцид», и «Антироссийский антициклон», первая-вторая статья, людей таскают, сейчас прокуратуру, возбирают уголовное дело по экстремизму. Хотя, извините, если, допустим, книгу сейчас запретили, официально, то есть, Кировский Союз утвердил решение суда, хотя противозаконное, и так далее, но это у них законы для себя, одни, для других, для всех остальных. Но, тем не менее, то ни статья «Зримый и незримый геноцид», ни статья «Антироссийский антициклон» не является непризнанной экстремистским материалом. И поэтому никак не могут, это просто берут на испуг. Потому что люди не знают законов, люди не знают, думают, что люди испугаются, они такое проведут, и все испугаются. Так вот, незнание законов как раз помогает паразитам, и пассивные позиции людей позволяют паразитам творить то, что они творят. Пока мы будем позволить это делать, так и будет продолжаться. Поэтому мой призыв является пристать быть рабами и начинать бороться за свою собственную честь, достоинство, за жизнь и своих близких, за будущее детей. Другой за нас никто этого не сделает. А теперь, приготовьтесь, быстро уберу блокировку, все готовы, кто подумать, о чем они хотят, чтобы у них ушло, и все это снимется. Готовы? Так, ну вот, я хочу поблагодарить сегодня всех, кто сегодня пришел, новогодними праздниками, новогодними праздниками нас выгоняли сегодня быстрее, чем обычно, но надеюсь, я вас не расстроил, и опять-таки, надо быть свободным человеком. Наши предки говорили, свободному, спасенному, свободному воле, спасенному рай. Вот мы должны быть свободными, чтобы у нас была воля, и чтобы ее никто не смог отобрать. Счастливо всем! Счастливо всем!